Серебряные кончики пушистых облаков прикрывали восходящее солнце, которое ярко слепило своим озаряемым светом. Возле северных ворот Листа, стояла команда из троих человек, Узумаки Барута, его напарник Митсуки и дочь словно известного Учиха Саски. В который раз уже они встречаются под этими воротами, и в который раз ждут его. Своего учителя и любимого наставника Коноха Маруса Рутеби. Где он, чтоб его? Выругался Узумаки, отправляя в воздух порцию пламенного пара. Себя-то вспомни, дурак, сам опаздывал при каждой встрече, съязвила молодая девушка, рассматривая кислое лицо своего друга, которая оскривилась от воспоминаний годовой давности. «Еще бы вспомнила, как я в подгузниках бегал!» Крикнул он в ответ, из-за чего возле бород послышался хохот стражников, от которого у него задергался глаз, из-за чего Учиха начала в открытую смеяться. «Чтоб вас всех!» Тихо подал он спустя минуту, после того, как стих смех сарады. Митсуки в это время молча посматривал на спорящих, отчего в голову влезла назойливая идея ставить свой, решающий, голос. «А унип!» Хотел было поставить точку в их споре он, как тут же разнеслись уже знакомые крики его сверстников. «Заткнись!» Прокричали у Зума Киучха, с неестественным видом лица, будто бы изображая так ответно по тексту слова Харачимару-младшего. Пока они спорили, к их спинам незаметно подкрался знакомый силуэт, с каштановым оттенком волос, который они узнали бы даже в полной темноте. «Что вы тут устроили?» Пробубнил Конохэмру, все еще потирая глаза от недавнего пробуждения. «Если бы ты не опаздывал, успокойся, Барута, я проспал, да, но это все лишь потому, что я очень люблю спать, или ты забыл?» Саркастично парировался Рутаби, отчего в голове блондина зародился маленький жучок, который уже начал готовить план мести для своего наставника. «Ладно, ввожу вас в курс дела». В стране воды появилась группа разбойников, которая, как говорит разведка Тумана, занимается дестабилизацией ситуации страны на суши, пока клан Фоната готовится к нападению с моря. Руки Мизукаги не могут схватить тех и тех. И поскольку у нас с Туманом мир, то нам нужно выследить группу, которая нападет на наживку и выпутать у них всю информацию, после составить два отчета для листа Тумана. «Естественно, об отчете для листа никто знать не должен», — уяснили. «Так точно», — одновременно произнесли Шиноби, обрабатывая полученную информацию. «Хорошо, отправляемся, у нас есть неделя, чтобы добраться до места прибытия, поэтому будем работать в ускоренном режиме», — лаконично и ровно произнесшая тем, будто бы заранее готовя эту реплику. Барута вновь недоуменно посмотрел на Конохамру, пытаясь понять, какого из стариков он ему напоминает, из-за своих постоянных опозданий. Осенний период в стране воды был слишком дождливым и ветреным, для будничных дней в листе. Так считал даже сам Конохамру в свои то времена, выполняя миссии в этой стране. Сегодня же он вел команду, которая должна была схватить одну из опасных групп, которая впервые представляла угрозу для одной из деревень своими действиями. Вечерний штормовой ветер был хуже, чем за прошедшие несколько дней, которые здесь провела команда «Семь», но она покорно ждала свою цель, которую была обязана устранить. Неожиданный стук в дверь заставил Барута слегка напрячься, который вместе с командой попеременно одежурили на точке обзора в паре сотен метров от их стоянки. Взяв куной в руки он тихо пробрался к двери и услышал, как оттуда доносится повторный стук. Сарадос похватилась, доставая пару-тройку сурикинов, а Митсуки вытащил руки из рукавов, готовясь к атаке. «Открываю, не сломай дверь!» — прокричал Изумаки, открывая дверь. В дверном проеме показался уже знакомый Шатен, который недоверчиво уставился на свою команду, видя как те были готовы его убить. «Вы чего?» — опасливо обратился тот, в насмешливой манере поднимая руки. «Тьфу, чтоб тебя, братец!» — прорычал Барута, спуская волнение в голос. «Ну что там, тишина?» — спросил очихо, рассматривая учителя и ожидая отчета. «Все так же, как и вчера, и так как было позавчера, и так...» «Мы вас поняли, Конах и Марусинсей. Вы вообще уверены, что они появятся?» — обратилась Сарада, скрещивая руки на груди. «Честно говоря, гарантий нету, но будем надеяться, что они...» — голос Митсуки перебил Конах и Мару, который пытался оправдаться перед ними. Барута уже ушел? Осмотревшись глазами по небольшой комнате, они поняли, что это... проблема, вылетел еще до того, как Сарутаби закончил свое оправдание. Вероятно, он вышел еще после отчета, подала мысль Сарада, глядя в окно, в поисках свежих следов Барута, который так хорошо уничтожал дождь. «Да, скорее всего», — согласился Конах и Мару. Он заметно вырос за последний год, хоть и вопит все так же, как малая девчонка, закончила Сарада, улыбаясь своей фирменной улыбкой из язвительности. В ответ комната залилась смехом всей команды. Даже Мицуки немного посмеялся, вспоминая те самые моменты из Барута, где тот недовольно цокал, пытаясь скопировать Сараду и недовольно ворочал пальцем. Дождь шел, все больше утягивая твердую почву из-под ног, обращая ее в грязь и болотные ямы. Блондин стоял на одной из смотровых вышек, все время перетирая руку об руку и прикрывая глаза от дождя, который так и норовил залить глаза. Оглушающий гул ветра ломал верхушки деревьев, а некоторые и вовсе ломал пополам, отчего в уме появлялись образы ужасного урагана, который бушевал в море, из которого и доносились отголоски этой бури. Не хотел бы я там оказаться, пронеслось у Барута в голове. Темно-синие тучи все больше бурлили и превращались в настоящую черноту, что поглощало все море. Единственные звуки, которые следовали за Барута по пятам, это был ужасающий гром, от которого в ушах иногда звенело, и хотелось прильнуть к земле, пока ужасающий гул ветра и шум молний не стихнет. Так и проводились часы на открытой погоде, пока ноги не подкашивались от усталости, а глаза не слепались от безвыходности и безразличия к дождю. Неожиданный стук дерева вывел Барута из легкой дремоты, в которую тот смог себя завлечь, после нескольких попыток. Холодный поток ветра моментально ударил в лицо, заставляя проснуться окончательно, отчего голова начала гудеть, а глаза побаливать и закрываться. Единственное, что не давало нормально заснуть, это собачий холод от ветра, из-за которого все пальцы становились льдинками и не могли даже реагировать на попытки их сжать силой. Посмотрев сверху вышки, Барута заметил, как Парышиноби из тумана, который так, любезно, предоставила деревне, занималась созданием какого-то укрытия на земле. Отчего он невольно заинтересовался и решил покинуть пост на пару минут. «Что вы тут устроили?» — спросил у Зумаки, прикрываясь тканью плаща, от гудящего ветра. «А разве не видно? Холодрыга лютая, так и окоченеть можно!» Разъярился один из тумана, пока остальные с опаской поглядывали на Барута. «Зачем же смотровые вышки сделаны?» — спросил Барута, будто бы не замечая неприязни в голосе Шиноби напротив. «Слушай, какая тебе к черту разница, что мы делаем?» «Пиздуй подальше на свою смотровую вышку, и коченей там сам» — уяснил. Подал ответ короткостриженный Брюнет рядом, который решил присоединиться к спору. «Ясно, ну что же, удачи», — сказал напоследок Барута, с силой сдерживаясь, чтобы не начать спор с «друзьями», — Листа. «Опять что ли сидит до ночи?» — съязвил Чеха, будто бы разговаривая сама с собой. «Сходи проверь, все равно ты должна его заменить», — сонно ответил Конохамру, кутаясь под одеяло, от которого исходило тепло и мягкость под головой. Сарада кивнула, придавая себе силу, ступил за порог, в сторону ночного шторма, который будет тяжелее, чем все штормы за эту неделю, по прогнозам людей из тумана, с которыми они вели наблюдение. Ночные облака в темноте выглядели еще страшнее, нежели днем. Почти что черные тучи затмили все небо, а молниеносные блики света в небе лишь показывали их мощь перед такими мизерными существами, как люди. Поэтому Сарада поспешила к напарнику, который, видимо, все еще был в дозоре. Гордо стоя на страже. Через несколько минут она подошла к деревянной вышке, которая еще более-менее держалась, немного колыхаясь со стороны в сторону. Переборов желание вернуться, она взобралась по лестнице, ощущая насыщенный запах чистого и влажного воздуха, который ударил ей в лицо с порывом ветра. Увидев протянутую руку, она недолго думая ухватилась за нее, ощущая, как кончики пальцев блондина уже утратили это тепло, постепенно синее. «Ступай, я до рассвета посижу, потом заменишь», пробубнил Узумаки, пытаясь скрыть усталость от метких глаз и ушей очихи. «У тебя уже руки задубели, дуй на точку, к тому же, мое время сидеть», произнесла Сарада, рассматривая полупрекрытые глаза Барута. «Спасибо, но я могу». Вдруг за спиной Узумаки показался водяной дракон, который несся к ним на огромной скорости. Увидев активированный шарингон напарницы, Барута сразу сообразил, соскакивая из вышки на ближайшее дерево в поисках врага. «На десять часов, монотонно сказала она, готовить технику молнии. Я выйду первым, готов комбинацию воды и молнии, я поддержку», таким же тоном произнес Барута, откладывая усталость на второй план. «Я зайду с левой стороны, у тебя там лучший обзор, помню», перебил парень, доставая пару сюрикенов из кармана. «Давай». Следующие обрывки пронеслись перед глазами Сарада моментально, лес деревьев, первый взрыв, который спровоцировал Узумаки, дабы их услышали, и техника водяных снарядов, которая отвлекала внимание нападающего, пока Сарада продвигалась со спины. Через несколько секунд, Учхо вылетела с заряженным потоком чакры в руке, направляясь к незнакомцу с огромной скоростью. Секунда, нужна была всего лишь секунда, и она бы пробила его грудную клетку. Но силуэт исчез, заставляя Сараду по инерции двигаться дальше, прямо на Узумаки. Быстро свернув с пути, Сарада пробила дерево, которое находилось по соседству с Барута. После чего она заметила, как незнакомец уже держал куны на глотке Барута. «Назад, Учхо, ты же не хочешь!» Из пореза показались первые капли крови. «Чтобы его шея стала цвета твоей одежды!» «Отпусти его и уходи!» Сарада отступила на пару шагов, не сводя внимание с незнакомца, который прятался от ее глаз за соломенной шляпой. «Отпустить!» «У меня в планах убить вас всех и забрать информацию, это как видишь не сходится!» «Тогда я зря отошла, и мне нет смысла ждать!» Произнесла она в пустоту, давая понять свои слова. «Но ты отошла, и ты ждешь!» Насмешливо процедил он. «Вы пара!» «Уж больно жалко смотритесь в такой ситуации!» Манекуный, который прошелся по кадику Узумаки, заставил его заткнуться. «Тебе я не давал голоса, Узумаки, я хочу поболтать с Учхой, слишком уж она меня заинтересовала!» «Откуда ты знаешь нас?» Спросил Сарада. «Да о вас болтает каждая деревня, как о наследниках великих героев и тех, кто находится в одной команде!» «Некоторые из ваших миссий были слишком заметными, и накопать о вас информацию не было проблемой!» «Когда ты знаешь, что они не одни, и тебе не выбраться живым!» Произнес Конохамру, который появился за спиной Учихи. «Как тебя зовут?» «Вот как значит!» «Меня зовут Юри Китацу, наследник великого клана и тот, кто убьет как минимум одного из команды номер семь!» «Как Учиха уже сказала, если ты отпустишь Санишку Хакаги, то сможешь уйти живым!» «Я тебе это обещаю!» Парировал Конохамру, заставляя Юри задуматься на мгновение. «Да ну!» «А ты думал, что я здесь не для свитка на самом деле!» «Мог ли ты предположить, что я здесь для кое-чего?» «Какого?» Исправил Сарутаби, рассматривая соломенную шляпу, что скрывало глаза Юри. «Молодец, вы ребятки, моя цель, и здесь предложение ставить будете не вы, а ю!» «И да, стоило перепроверить лес на наличие ловушек, змеёны, что ваше видимо уже топится в куче грязи!» Обстановка заметно напряглась, когда команда узнала, что перекрытия от Мицуки не будет, а вся команда тумана уже видимо слегла на ровном месте. «И чего же ты желаешь?» Переспросил Куна Хэмру, пряча Куны в подсумок за спиной. «Чтобы у Чиха...» Сарада заметно напряглась. «Убила тебя!» «Ты уж прости», — начал Баруто. «Но сегодня умрёт лишь один человек?» «Да ты что, малыш, и кто же это?» Задался вопросом Юри, «Это тот самый дурак, который держит возле себя человека, специализирующегося на дьюцу ближнего боя», — закончил Блондин, когда тонкий звук достиг ушей Юри. Росиндан Маленький шар чакры вылетел из пальцев Баруто, делая сквозную дыру в плече у Зумыки и доходя до крупной груди Китацию, который уже почувствовал этот сгусток чакры своей кожей. Сила выстрела была настолько сильной, что у Баруто моментально заложила уши отзвоны и ощущение боли в плече, которая горела пламенем. Сгусток крови сорвался с губ Юри, когда он упал на колени. В то время как Баруто все еще пытался прийти в себя, после такой, мастерской, техники. Через несколько секунд он увидел обеспокоенные глаза команды, которые горели четким вопросом, «Как ты?» «Никогда не смей недооценивать противника», — Юрий, произнес у Зумыки, подходя ближе и держась за собственное плечо со зараненным видом. Кровавый кашель окрасил землю и под ногами Юрий, и когда Баруто наклонился к нему, чтобы прошептать прощальные слова, Юрий схватил того за поврежденное плечо, заставив завыть от боли. Кровь погнула с ускоренным темпом по телу Баруто, начиная кровоточить из раны. После чего тот произнес «Это касается и тебя», в усмешке читалась сладость, от которой Баруто стало не по себе и из-за чего он хотел отстраниться от Юри, но крепкая рука мужчины вцепилась в того мертвым хватом. «Чтоб ты с духа больше никогда не увидел света». Поток тумана изо рта Юри парализовал Баруто, заставив того рефлекторно вдохнуть его, пока Сарада наконец не схватила Баруто, оттягивая того подальше от белого облака, которое только что выпустил Юри. Следом за этим послышался хохотки Тацу, который вопил от радости «Дао! Я доконал его! Я тот, кто прикончил сын!» Оказавшиеся куной в глотке от рук Конохамару и брызги крови, которые залили лицо наемника кровью, заставили его заткнуться навеки, оставляя слабый силуэт его победоносной улыбки. «Как он, Сарада! Я должен помочь Митсуке!» — взрывел Конохамару, оглядываясь в сторону леса. Он — Конохамару Сенси. Сердце Учихи пропустило удар, но после этого моментально почувствовало ответный удар со стороны блондина, который оказался жив. «Все в порядке? Он жив!» Силуэт Шатина скрылся так же быстро, как и мысли Сарады, которые пылились потоком, после того как она увидела дыру в плече напарника, но не сдвинулась с места, а цепенела от страха. Через некоторое время Барута пришел в себя, ощущая тупую боль в плече, которые кое-как перемотали. Тихий шорох заставил повернуть взгляд Барута в сторону. Перед глазами мелькнула тень и маленький силуэт света, который ощутимо грел Барута. «Почему здесь так темно?» — первым вопросом задался Узумуки. «Что? Темно?» — переспросил Конохамару. «Черт, я вас не вижу. Где мы?» Голос Барута казался испуганным и хриплым, руки поплелись в сторону света, который исходил от костра. «Где вы?» — Конохамару. Шатин просверлил испуганным взглядом очиху, пока та пыталась унять дрожь в руках, которая говорила ей, что она не справилась, она не выполнила свою миссию по защите напарника и друга. «Где вы все, черт вас возьми?» Голос Узумуки дрожал, а руки тянулись к свету. Вдруг левой руки кто-то коснулся, и Барута почувствовал теплую ладонь Сарады, которая перебирала его пальцы и поглаживала костяшки. «Все будет хорошо», — прошептала она ему. «Все будет хорошо», — шептала она, стараясь держать свой неровный и тревожный голос. Яркие осенние лучи солнца, резали окна главной больницы листа своим ярким светом. Холодный ветерок трепетал по комнате в поисках хоть чего-то интересного, а обрывистые кучки облаков проходили мимо окна Барута, пока тот молча сидел уткнувшись взглядом в противоположную стенку. Прошла неделя с возвращения блондина в свою деревню. Тогда даже сам Наруто, вместе со всей святой лекарей во главе с Сакурой, ждали команду номер семь у ворот. Увидев сына с перевязанным телом к повязкой на глазах, Наруто застыл от ужаса, осознавая то, насколько сильно потрепал обычного ребенка, который по воле судьбы просто решил стать шиноби. Перехватив того в свои руки, Сакура сразу же обследовала плечо блондина, которая к удивлению почти не пострадала так, чтобы было невозможно исправить проблему. Остальные же обследования пришлось выполнять в больнице, поэтому вся света из медиков, вместе с Барутой и Сакурой отправились в сторону больницы. «Подождите», — сказал Наруто, видя как Сарада и Митсуки рвутся следом за Барута. Что? Что там вообще произошло? В голосе читалось то, чего не было много лет и спук, волнение, даже страх. И хоть его увидел Лешко на Хэмру, но даже Учхо и Митсуки почувствовали в голосе странные нотки Чагато неизвестного. «В этом виноват я», — взял Сикона Хэмру. «Если бы я не дал ему задержаться на...» «Меня не волнует то, кто виноват. Меня волнует то, как это произошло. Кто-то может объяснить?» На повышенных тоннах обратился седьмой, своим взглядом говоря с Аруто Бетом, что ему лучше и оставить свое оправдывание. «Ири...» «Ири Китацу» так его звали. Он сказал, что из великого клана, а потом, когда Барута подошел к нему, то он дунул на него каким-то дымом или туманом, после чего Барута парализовала. А проснулся он лишь под вечер, когда мы уже были в дороге сюда, он не мог. Голос Учихи просел, из-за чего жесткий взгляд Наруто моментально смягчился, будто бы приходя в обычное состояние. Он ничего не видел. Седьмой, Барута сказал, что он не видит нас. Голос совсем стих. Даже последние слова прошли мимо шеи Наруто, но лицо Сарады четко говорило о чем-то ужасном. «Простите, седьмой, начало Учиха. Простите, что мы не смогли убирать». Глаза покраснели, а в их уголках начали собираться слезы. Наруто спокойно подошел к ней, так, что та даже не заметила и положил свою большую перебинтованную руку на ее голову, отчего та затихла на последних словах. «Не волнуйтесь, он жив, это самое главное. Сакура вылечит его. Чего бы мне это ни стояло. Она ведь лучший медик во всех пяти великих странах». Голос Узумаки был успокаивающим и сияющим, отчего к Сараде вернулось то же самое чувство надежды, что мог ей иногда подарить и сам Барута, который унаследовал эту способность. «Все будет хорошо, спасибо вам, что добрались живыми. Я, как отец, и как Хакаги, в долгу перед вами». Посмотрев на Конохамру, Узумаки увидел сожаление в глазах друга, после чего коротко кивнул ему, намекая, что они свободны. «Пойдемте, подождемся, Корусан». С этими словами команда скрылась за поворотом улиц родной деревни, оставляя Наруто возле борота дного. Усталый вид седьмого давался даже на обычный глаз, который четко видел помятую одежду, темные круги под глазами, невероятно оставшие глаза, которые уже не освещали своей уверенность и добротой путь для других, но тускло тлели, испепеляя себя изнутри. И реки Тацу повторил сам себе Наруто, запоминая это именно всю свою жизнь. Маленькие капли дождя барабанили по окну, отвлекая блондина от работы. Повернувшись к окну, Наруто застыл, высматривая что-то в небе. В эту секунду к нему зашел Шикамару, почувствовав странное поведение со стороны друга. Прокашлившись, он заметил, как Наруто повернулся в его сторону с безразличным взглядом, задавая вопрос. «Что такое? Нашел?» В голосе читался холод, от которого морозило кожу. Рука Наруто скользнула по столу, зачерпывая новую кучу бумаг, и тот с таким же взглядом из-под брови посмотрел на него, ожидая ответа. «Нет, это оказалось сложнее, но зато мы знаем, что этот клан никак не связан с пяти великими деревнями Шиноби, похоже, они не заключали союза», ответил Шикамару, пытаясь выровнять тон и начать нужную тему, но блондин лишь прочистил горло, заставив Шикамару замолчать. «Тогда... Какого черта ты здесь делаешь?» «Шикамару, я думал мы выяснили наши дела, я работаю и меня не тревожат, а ты ищешь эту падаль, иначе этим займусь уже я. И плевать я хотел. Ты не встретился с Онара», начал брюнет, как тут злость в глазах Наруто сгладилась, превращаясь в потуплявший взгляд непонимания. «Черт, твою же мать!» «А не тут?» В глазах читалось волнение, а след от злости и вовсе простыл, будто бы превращаешь Шиноби в того самого Наруто Узумуки. «Да, они ждут тебя третий час, что мне им сказать?» «Ничего, я сам, сиди тут, замени меня на сегодня, а я к ним». «Через минуту, стоя у дверей», Наруто добавил. «Прости меня, Шикамару, и спасибо тебе». На лице Узумуки появилась ясная улыбка, от которого советнику стало даже легче на душе. С такой же улыбкой Наруто вышел из кабинета, оставляя на своего друга всю бумажную волокиту. Дождь барабанил по окну без перестану, словно рыдая. Видимо, отголоски шторма и стумана дошли даже до границ листа. Шикамару молча перебирал бумагу за бумагой, подписывая разные документы и откладывая их в сторону. Как вдруг в голову залез образ недельной давности, то как Наруто сидел за своим столом и молча смотрел в окно. Скорее всего наблюдая за больницей, которую так хорошо было видно из окна кабинета. Шикамару знал, какая тяжелая ноша покоится на сердце друга, буквально видел, как эта ноша убивает его, рвет на части, но вместе с этим, он заметил, как этот тяжелый груз защищал его от всего остального, что раньше могло ранить. Теперь все останавливалось на стене безразличности, но, к счастью, понемногу, это состояние стало медленно отходить от него, как только Борута переехал с больницы домой. Теперь же Шикамару знал, что держит должок перед сыном своего друга, хоть голубоглазый юноша даже и не подозревал это. «Прошу меня простить, господин Емон, я слишком сильно заработался и совсем позабыл о времени», начал оправдываться Наруто, почетно кланясь перед старшим. Тусклый свет в комнате оставлял все внимание на них двоих, пока слуги клана Оннера бесшумно стояли за спиной главы. «Что вы, господин Седьмой, ради союза между Листом и кланом Оннера, я готов ждать сутками напролет, и я очень рад, что вы согласились с нами на союз. Обещаю, что мы вас не подведем», уверенный голос собеседника говорил о его готовности к такому важному диалогу. Все-таки поговорить с героем войны было и правда одним из великих достижений. Наруто будто бы невзначай взялся за папку с некоторыми данными о договоре, рассматривая каждый лист и проверяя, все ли соответствуют действительности. Краем глаза он блуждал по файлу, иногда переводясь на притворную улыбку Имона, которую было легко заметить, но Хакаги списал все огромные ожидания в зале Совета и мягко отстранился, откидывая папку в сторону. «Господин Имон, я очень рад тому, что вы решили довериться нашей деревне, и мне лично, я приложу все усилия для нас всех», заучу на протратаре Наруто, вставая из-за круглого стола. «Не могу мне поверить вам, еще раз благодарю вас», улыбчиво ответил мужчина, поднимаясь в ответ. Наруто перегнулся через стол, протягивая руку новому союзнику, дабы укрепить их договор рукопожатием. Имон, недолго думая, пожал крепкую и сильную руку седьмого, после чего Наруто торопливо вышел из залы, оставляя главу Оннера вместе с его свитой. Господин, обратился один из слуг. «Неужели вы поменяли решение?» «Нет, я только убедился в беспомощности Хакагедана, пора бы менять ситуацию», спокойно ответил Имон, меняя тон на более привычный ему холодный и черствый, совсем как у лидера клана, которым себе и представлял Шиноби. «Тогда мне отправить им письмо?» Переспросил он, учтиво кланяясь, когда Имон повернулся в его сторону. «Да, отправь и скажи, что мы согласны». Последнее, что добавил глава, перед тем, как выйти из зала совета, в котором теперь у него было место, так же, как и у других глав кланов деревни Листа. Закатное красное солнце отдавалось блеклым пятном на глазах Барута, которые были завязаны бинтом для удобства. Запах чистого воздуха приветливо ласкал легкие парни, пока он спокойно дышал, чувствуя каждую частичку запаха, которую вдыхает зелень, немного сырая земля, запах свежего выпеченных пирожков, что доносился к нему из открытой форточки на кухне, пот. Вдохнув еще раз, блондин убедился в том, что запах пота и правда есть, да и не просто есть, а он усиливается. Немного поразмыслив, он понял, что скорее всего это пришел отец и как всегда решил с ним поговорить, после этого несчастного инцидента. Как прошел день? Начал первым младший Узумуки. Как ты? А ну да, весь в отца насмешливо проронил Наруто, усаживаясь рядом и видя, как Баруто улыбнулся в ответ, что достаточно сильно согрело сердце Наруто, чтобы считать день удачным. Ну что же, к нам переезжает новый клан, я готовляюсь к предстоящему празднику победы в Великой войне, я хочу узнать, а как дела у моего сына, из самых глубин голоса Хакаги, доносился мягкий, теплый, приятный звон, который окутывал Баруто полностью, из-за чего сердце пропустило пару ударов. Вполне хорошо, наконец-то Хима со мной разговаривает после нашей недавней ссоры по поводу ее будущего, мягкости честность, вот что было в голосе Баруто. Мама как всегда, заботится обо мне будто о младенце, усмешка Наруто в ответ, и теплый взгляд, которого к сожалению его сын не видит. Приходили сегодня друзья, узнавали как я поживаю, на мое место поставили одного парня, «Почему ты не сказал?» поинтересовался младший Узумаки, поворачиваясь лицом в сторону Наруто. «Я?» «Просто понимаешь?» «Я?» Наруто запнулся, каких бы вопросов он ни ожидал, но ответ на этот подобрать так и не смог. «Волнуешься за меня?» подсказал Баруто, ухмыляясь такой же ухмылкой, что и Наруто несколько секунд назад. «Да, я подумал, что ты этого не одобришь. И как зовут этого парня?» спросил Баруто, не обращая внимания на то, что перебил отца. «Каваки», ответил Наруто, будто бы вживаясь не в роль отца, а Хакаги. «Он хороший парень, уверен, они сработаются, хоть он немного и грубоват, наслышан», проронил Баруто, намекая на жалобы со стороны команды номер семь. «Кстати, у меня тут есть одно дело к тебе, в котором потребуется твой ответ». Позади у зумки послышался женский голос из дома, который осведомлял о готовности ужина, и чтобы семья долго не задерживалась. «Ладно, пап, давай позже немного, после ужина», спросил младший, прося помощи в виде протянутой руки. «Да, конечно, как скажешь», согласился Наруто, помогая Баруто встать, после чего неторопливым шагом они отправились в дом. «Спасибо за прекрасный ужин, мама». Как всегда, громко высказался Баруто, улыбаясь своей фирменной улыбкой. «Всегда рада побаловать вас», весело отозвалась женщина, чувствуя, как приятное и спокойное настроение семьи течет в жилах дома, передавая свое настроение ее владельцам. «Было очень вкусно и сытно, хинато, давно я не ел твоих блюд, огромное спасибо, дать тебе я». Хьюга лишь игриво улыбнулась, посмеиваясь с глупой привычки мужа, которая даже не исчезла спустя столько лет. Одна лишь хима варимолча сидела, все еще немного днуясь на брата, за то, что тот решил сделать решение вместо нее, хоть она и пыталась понять его заботу и переживание. «Да, было правда вкусно, спасибо, мамочка», последней подала хима, отчего голос казался слегка приглушенным, что и заметил Баруто. «Пойду, наверное, уже ложиться, поздновато. Конечно, хима, удачного завтра дня». Напоследок сказала хинато, слыша, как закрывается дверь в комнату дочери. «Да, удачного», в пустоту произнес блондин, словно погружаясь в свои мысли, из-за чего Наруто решил вытянуть сына из его грез. «Что с химой?» невзначай начал глава семьи. «Она...» хотела начать хинато, как вдруг Баруто закончил за нее, точно такая же, как и ты, в голосе читалось раздражение, а на лице показалась странная улыбка. «Что это значит?» спросил Наруто, пытаясь понять слово Баруто. «Это значит, что она точно твоя копия, которая не осознает того, чего хочет», со злости повысил тон блондин, как вдруг хинато начала отчитывать сына Баруто. «Нельзя так обращаться со своим отцом. Извинись, пожалуйста». В раздражительном вздохе читалось явно нежелание соглашаться со словами хинато, но после минуты немого молчания всех сторон он нервно выдал. «Ты права?» «Простите», ровно сказал Баруто, постукивая пальцами по столу. Хима. Хотел был начать Наруто, как вдруг Баруто вновь перебил, будто бы злясь на него. «Хочет стать Шиноби». «Баруто». Начало хинато. «Я не собираюсь молчать». Когда отец был последний раз на миссии. Когда он узнавал, как на самом деле обстоят дела у других деревнях. Он хотя бы знает, что по-настоящему держит их шаткий мир между Шиноби. Язвил без зазрения совести младший Узумаки, заставляя отца вмешаться. Наши веры в друг друга и надежда на лучшее будущее вместе. Тут же начал Наруто, не умея себя сдержать. А как же? Их сдерживает лишь силы Хакаги и его тени. «Да только один из них слепее меня». Хлесткий звук пощечины заставил замолчать Баруто. Наруто покосился на хинато, видя как к ней подступают слезы, и тут же понял, что натворил. Руки начали обманчиво дрожать, показывая страх того, как это может обернуться. «Баруто, прости, я ей не сдержался. Я надеюсь ты когда-то откроешь глаза и посмотришь, каков мир Шиноби на деле. Я искренне рад, что есть такой человек, как Саскесан, именно он открыл мне глаза на этот мир, быть добр и попроси его о том же». Ревнул Баруто, резко вставая со стула и цепляясь руками за стол, дабы не потеряться в пространстве. Хинато тут же побежал, а дабы помощь ему, но он лишь от злости вырвал руку, тяжело шагая по полу. Через несколько секунд лет блондина исчез, а Хинато молча проследовала на кухню, обратно берясь за уборку. «Хинато». Голос Хакаги был совсем иным, слабым, жутко болезненным, словно перед смертью. «Когда он так?» «Он иногда злится, как и ты», ответила Хинато, ставя вымытую тарелку в сторону. «Как думаешь, он прав?» Не хотелось бы в это верить, но в его словах определенно есть логика, особенно учитывая, что Туман не захотел принимать отряд листа в свою больницу. «Не, что прости?» недоуменно переспросил блондин. «Разве ты...» Конохамару не написал об этом в отчете. «Да», предположил их Юга. «Тебе Баруто об этом сказал?» Более спокойно спросил Наруто, но Хинато чувствовала, как каналы чакры мужа увеличились, подавая больше поток разрушающей силы. «Да, я думаю, что он совсем не лжет», честно призналась Хинато, смотря на мужа успокаивающим взглядом. «О боже!» «Только этого не хватало!» устало произнес Наруто, упираясь руками об стол и прикрывая ладонью глаза. «Тебе нужно отдохнуть, дорогой!» со всей присущей лаской произнесла Хинато. «Чувствую, сегодня я с ним не поговорю», обреченно выдавил в пустоту блондин, через секунду поняв, что ляпнул лишнего. «О чем ты хотел с ним поговорить?» Будто бы невзначай поинтересовалась Хинато. «Да так, дело одно просто, даже не ко мне, а к нему, вот только я в роли посыльного оказался, попытался оправдаться Наруто, стараясь не затевать эту тему. Вот как! Ладно, наконец, сказала Хинато, стараясь отлечься от тревожных мыслей, которые могут быть связаны с ее первенцем». Тусклый свет вечерних ламп в поместьях Хьюго освещал небольшие комнаты в домах. Только что вышедшая луна ярко освещала улицу, на которой жил весь клан, одинокий силуэт возле небольшого рукотворного пруда, спокойно сидел, потягивая камешки из берега и бросая их в воду. Брызги отдавались шумом по всему двору дома главы, из-за чего Хиаши решил проверить, кто там бездельничает. Выйдя из своей комнаты, он увидел, как его дочь сидела на бережку и портила достояние самых лучших дизайнеров листа, которых сама и попросила сделать этот пруд. Ханаби. Обратился мужчина, пряча руки в рукава своей свободной одежды. Отец. Что вас привело в столь позднее время? То же самое и хотел спросить у тебя. На секунду он остановился, стараясь собрать мысли в кучу и мягко добавил. Твои занятия, вот что меня отвлекло. Ясно, тогда прошу прощения, отец, я отправляюсь в свою комнату, отдыхать, отчиталась девушка, но крепкая рука Хиаши, ухватившаяся за локоть, остановила ее. Ханаби, прошу пойми, так лучше для клана, так даже делал кланучха, мы же такой же великий клан, не обижайся на меня. Отец, я не обижаюсь. Бездушно ответила девушка, прячь эмоции за пелену и безразличие. Он неплохой человек, отец, я видела его раз в жизни. И то, когда мне было десять, как думаешь, я должна себя чувствовать? В голосе читалось недовольство, а взгляд был холодным, пустым, словно и вовсе сквозь проходил. «Прости», сказал Хиаши, отпуская руку дочери, и видя, как она медленно уходит в дом. Надеюсь, я не пожалею. Следом за девушкой, в дом отправился Хиаши, стараясь не смотреть в сторону испорченного пруда. Мягкий лунный свет все так же светил, осветляя всю деревню листа, которая спокойно засыпала под покровом светлой ночи. Оставляя на каждом из жителей свой отпечаток. Вечерний спокойный гул, который доносился из центра деревни, успокаивал блондину, который лежал на своей постели, нервно стараясь прислушаться к нему. Сам того не заметив, через несколько минут он уже полностью расслабился, стараясь принять более удобную позу для сна, но мешающий звук снизу где-то на кухне, как подумал блондин, отвлекал его внимание, из-за чего он начал нервно ерзать, пока не выдержав, он решил спуститься и узнать, что там творится. Спустившись вниз, он услышал знакомый голос отца, который к его удивлению был немного хриплым, как бы странно ему это не показалось слабым. Баруто! Почему ты не спишь? Удивился Наруто, сидя за столом и выпивая успокаивающую настойку из трав, от которого попускала голову от мигреней. Ты ведь хотел поговорить со мной, так что буду рад потратить несколько минут на разговор. Это сложнее, чем я думал, если честно. Спустя минуту начал блондин, смотря как его сын присел рядом, изучающий и ожидая. Давай, не томи ты уже! Возмущенно выкрикнул он и услышал запоздалую речь Наруто, которую тот взволнованно выдал сгоряча. Хьюго хотят тебя поставить на главенство клана. В голове стало пусто, а все мысли свелись лишь к одному человеку Хиаши Хьюго, главе клана и по совместительству дальним родственникам самой семьи Узумуки. Руки нервно сжались от мысли о таком решении и его последствиях для него. Спустя несколько минут, Наруто хотел было сказать, что откажет ему, чтобы не беспокоить сына, но Баруто начал первым. Почему? Почему ты? Переспросил старший Узумуки. Почему в принципе? Голос Баруто был немного ниже обычного, из-за чего Наруто чувствовал себя крайне дискомфортно, словно на стуле у которого нету одной ножки. Я сам не знаю, что замышляет Хиоши, но думаю он хочет перенять полное влияние в Совете кланов с помощью тебя. Я же как-никак Хакаги, да и к тому же член Совета, думаю в некоторых вопросах он смог бы увеличить свое влияние за твой счет, в голос рассудил Наруто, замечая довольно спокойный вид сына. Ты что-то умалчиваешь, от голоса Баруто, Наруто стало не по себе, слишком хорошо он его знал, чтобы догадаться о том, что Наруто рассказал не всю часть предложения. Ну, как сказать, голос младшего Узумаки перебил Наруто, из-за чего тот вновь начал приглядываться к нему. Как есть, папа. Как есть. Нотки голоса дрожали, а руки недовольно начали рассекать воздух в протест. Он поставил некоторые условия, начал Наруто и увидев утвердительный кивок продолжил. Он пару лет будет твоим регентом, я думаю это для того, чтобы подготовить. Почву для посева. Еще он хочет, чтобы позже ты возглавлял клан Узумаки. В глазах Наруто прошлись искры, хоть Баруто этого не видел, но был уверен в этом на все сто процентов, из-за небольшой паузы, которую тот сыграл. И одновременно с этим он желает, чтобы ты сменил фамильное имя на Хьюго. Разумно, он правда думает, что Хьюго будет управлять Узумаки. Переспросил Баруто, стараясь держать истерическую усмешку, которая невольно хотела вылезть на лицо, из-за дерзости старика Хьюши. Я думаю, он просто недооценивает мягкосердечного Хакаги как я, уже не скрывая усмешки. Они оба почувствовали огромное сходство в себе, отчего невольно улыбнулись, понимая их синхронный момент, отчего в душе было настолько тепло и приятно, что хотел попасть в этот момент на вечность. И... повторно начал Наруто. Так, пустяки на самом деле, ну... относительно пустяки. Голос стал тише, отчего Баруто немного испугался, понимая, что даже сам Хакаги недооценил Хиаши, когда решил с ним поговорить. Не томи, ты же знаешь, как я этого не... Перебивший его голос Наруто, быстро выдал одну фразу. Брак с его дочерью. В голове зародился шум, глаза ничего не видящие начали покалывать, то ли от напряжения, то ли словно зажили своей жизнью. Что прости? Попросил повторить он. Брак... С Ханаби Хьюга закончил Наруто, чувствуя, как он с души спадает и... там образуется пустота, от которой было спокойно. Подожди, а что же этого Харыч хочет дать тебе взамен? Возмутимо спросил младший Узумаки, не понимая, зачем Наруто вообще решил оставить эту идею в запасе. Он, как бы тебе так сказать, если ты согласишься, он дал мне гарантию о возвращении твоего зрения. В комнате повисло неясное молчание. Наруто понял, что его сын начал тщательно анализировать ситуацию, взвешивая все «за» и «против». Спустя минуту со стороны Баруто послышался еле заметный, но четкий смех, об ошибочности которого нельзя было гадать. Вот же! А он хорош, Харыч этот! Больше сам к себе обращался Баруто, пытаясь как-то развеять ту атмосферу, что была минуту назад. Чтобы его рявкнул тот, из-за чего наверху послышались шаги «кажется они разбудили Кагото». Словом, я бы отказал ему, если только не это, но... Сразу начал Наруто, пытаясь оправдаться перед сыном за сам факт предложения. Ничего, это правда интересно. К тому же, как ты там сказал? Недооценивает мягкосердечного Хакаги как я. Так ведь? Наруто коротко издал гортранный звук, соглашаясь с сыном. «Папа, послушай внимательно», начал Баруто. «Ситуация между деревнями не совсем стабильная, как при старике какаши, но даже при этом на лист не лезут, и ты сам понимаешь из-за чего это, а точнее из-за кого. Чтобы выжить, нужно сплотить хотя бы нашу деревню, чтобы не было того, что случилось с Итачесаном». Взволнованный голос Наруто заставил Баруто на секунду замолчать. «Откуда ты знаешь?» Аскесан мне доверяет относительно Сарада. Баруто в ответ покачал головой, тем самым показывая то, что Сараде известна не полная правда, а лишь ее часть. «Так вот, если мы объединимся, то сможем заставить Хиаши с нами считаться, а возможно даже и весь кланг Юга. Я понимаю, что для меня в этом выгоде крайне мало, но если все пройдет так как нужно, мы сможем устроить еще пару десятков лет мирной жизни». Наконец закончил младший Узумаки, стараясь показать своему отцу разницу с того времени, как он вышел из Академии. «Понимаешь, я уже давно обдумывал этот вариант и как Хакаги, я полностью с тобой согласен, но сейчас я твой отец. Я не хочу, чтобы ты отдавал свою жизнь ради деревни, хоть и горжусь этим, но я стал Хакаги не для того, чтобы люди повторяли судьбы Итачи, Саски или кого-либо еще. Я хочу, чтобы все жили в спокойствии и мире, цена за спокойствие и мир всегда высока, ты и сам это знаешь по воспоминаниям о войне. Ты сам знаешь, что это правильное, если ты все-таки хочешь сделать что-то полезное, то просто работай со мной вместе, чтобы мне было легче». Здравая логика из уст ребенка выбивала Наруто из колеи. В свои то 14 лет он точно не был таким умным и мудрым, как его сын, отчего закралась мысль о том, что он больше получил от Намикадзе, нежели от Узумаки Хьюго. «Не умней решать, Баруто, но я приму любой из выборов, каким бы он ни был», неожиданно послышался новый участник диалога, который решил вставить свое слово. «Зато я против», обозвалась Хинута, подходя к столу. «Я знакома с Хиашисоном не первый десяток лет и знаю его хорошо. Вы говорите, что он недооценивает вас, но на самом деле недооцениваете вы его. Он умело расставляет ловушки и умело манипулирует. Чего только стоял наш с тобой брак, в голосе была злость, ярость и печаль, отчего у Наруто в душе начался дикий скрижет. Хинута. «Нет, Наруто, думаешь, он не сможет подчинить себе нашего сына? Думаешь, такой человек, как Хиаши, не сможет вбить ему в голову свое мировоззрение?» В конфликт вмешался Баруто, который решил выдавить их в сторону в правильное русло. «Именно поэтому ты здесь, мама, а не наверху», в голосе читалась явная улыбка, отчего Хинута недоверчиво повернулась в сторону сына. «Ты знаешь его лучше любого, а значит нам будет нужна твоя помощь, мы в любом из случаев пойдем на все, ради защиты деревни, и здесь вопрос состоит в том, поможешь ли ты нам?» «Мальчики», начала она. «То, что я знаю его, не значит, что я смогу ему что-то противопоставить. Он умный человек, и в принципе мог бы предположить мое участие в этом заговоре». «Хинута, мы что-то придумаем», заверил ее Наруто, отчего в голову влезли моменты их юности, когда она уже не так сильно краснела, находясь рядом с ним, была более смелая, но все же немного робкая, а сам Наруто был более общителен с ней и более заинтересован. Он всегда пытался ее уговорить сходить с ним и всей компанией в рамену и повеселиться там. «Значит, сегодняшней рей ночи, команда Узумаки начинает свой план в действии», с радостью в голосе сказал Баруто. «Команда Узумаки». Удивленно сцедили родители, отчего даже захотелось засмеяться. «Ну если вам так не нравится, то можете сами придумать название», обиженный фыркнул он, отчего через секунду послышался общий смех Химута и Наруто. «Иди уже спать, завра, обо всем позаботимся, а сейчас нужно отдохнуть». «Ладно, ладно, спокойной ночи вам», напоследок произнес Баруто, медленно ступая в темноту, скрываясь за поворотом лестницы. Спокойной отсалютовали родители, оставаясь вдвоем, и не имея никаких слов, чтобы завязать диалог. Но через несколько секунд, Наруто молча подошел к жене, припадая губами к ее плечу и шепча ей заветное слово «Люблю тебя». Прохладные касания ветра оставляли на коже и у чихи следы в виде мурашек, которые пробегали по ее телу словно по чистому полю. В душе невольно поселилось чувство тревоги, из-за стойкого ощущения того, что что-то в деревне происходит, пока сама Сарада сидит на миссии вместе с новой командой. Чего стало, очкастые? Огрызнулся Каваки, доставая из-под сумка целую горсть игольчатых снарядов и метая их в сторону преступника, который норовил сбежать. Одна из игол пробила пятку, полностью обездвиживая беглеца, после чего брюнет злостно уставился на напарницу, мысленно отчитывая ее. «И правда, что это со мной? задалась вопросом Сарада, но ответа на него она так и не нашла. Спрыгнув с ветки, она мысленно отругала себя, после чего более уверенно понеслась к обездвиженному врагу, возле которого уже стояла вся команда. Молодец, Каваки!» Попыталась уладить их секундный конфликт Учхо. «Ай!» Недоверчиво спорил Каваки, но тут же через секунду словно сообразил то, чего от него ждали. «Ну да, спасибо!» Митсуки с вопросом посмотрел на Сараду, пытаясь вытянуть из нее хоть какую-нибудь информацию, но Учхо, будто я вовсе не понимая чего хочет от нее синеволосый напарник, вскинула его удивленным взглядом. Так, начал Кунахэмру, прерывая споры и разговоры. «Доставим его к нашим коллегам в деревню миссии выполнено». Радостно закончил Хшатем, демонстративно зевая, отчего даже Сараде захотелось повторить за ним. «Отлично!» подолбалось уже по этому лесу вторую неделю шастать, не церемонясь, вывалил Брюнит все свои мысли. Собрав все вещи с временной базы и, укомплектовав, преступника, они выдвинули в путь, рассекая пожелтевшее море из листьев. Спустя четыре дня, они стояли перед воротами Листа, где их встречал уже готовый отряд Яманука, который заведовал делами полиции в деревне, и медленный закат солнца, светивший им в глаза своими последними лучками солнца. Пройдясь взглядом по шинобе, Учиха заметила одного знакомого, который спокойно стоял, сверля носком ноги дыру в земле. «Привет, Инаджин!» поздоровалась Сарада, как всегда расслабленно улыбаясь, в виде старого знакомого или друга, здесь она была не полностью уверена. «Сарада, здравствуй, вижу ты мне подарок принесла», игриво произнес Яманука, протягивая руку. «А?» неуверенно спросила она, пожимая его руку, которая к ее удивлению была немного больше ее и крепче. После секунды мысли, Учиха сразу поняла вопрос блондина. «Точно, ты же заказывал себе преступника в ранга с темным цветом волос». «Ага, как раз то, что мне нужно», с улыбкой произнес он, и хотел было спросить еще что-то, но тут его прервали. «Дуй сюда, Инаджин!» «Практика сама себя не пройдет?» «Да, Кахан, уже иду», измученно согласился он, поправляя прядь волос, что залезло ему в глаза. Сарада тут же улыбнулась, вспоминая, как на одной из миссий Барута постриг сам себя, чтобы выиграть спор у местных мальчишек, которые, впрочем, ему так и не заплатили. Барута пронеслось в ее голове. «Конах и Марусинси», хотела обратиться она, но Сарута Бибута прочитав мысли ответил всей команде. «Свободный, отчет на мне хороших выходных», произнес он ровно, видя как команда разделяется на двое человек, Каваки, который направлялся в южную сторону деревни на рынок, Сарада и Митсуки, которые направлялись в жилый сектор, который находился на западе деревни. Горько улыбнувшись своим мыслям, он понял, что теперь его команда совсем иная, совсем другая, без того самого Блондина. Легкий взгляд на спину Барута заметил еще минуту назад, пока сидел на дворе, пытаясь прислушаться к пению последних птиц, которые почему-то увлекли все его внимание. Бывшие напарники Блондина молча стояли, посматривая на него тяжелым взглядом. Им сказали, сказали другие, но не он. Теперь они не нуждались в его словах, точнее не нуждались в новости, которую уже нет и смысла скрывать. Знал ли Энаджин о этой новости, когда они встретились с Сарадой возле ворот листа? Вряд ли, но даже если и знал, то все равно не сказал. Разве так можно поступать с друзьями? А был ли он и правда другом? Сарада ловила себя на этой мысли уже второй раз одновременно удивляясь им, но через минуту она молча подошла и села рядом. Когда? Послышался вопрос спустя минуту, после того, как к ней присоединился Митсуки. «Сегодня, завтра, через неделю, месяц», отречено, но слишком спокойно ответил Барута. Он сказал, что даст мне столько времени, сколько мне понадобится. «Почему ты?» отозвался Митсуки, поглядывая на своего друга. «Связь из деревни для них теперь важнее, чем традиция», и помедлее наконец ответил блондин, поворачиваясь в сторону друзей и улыбаясь им. «Не волнуйтесь, это ведь не смерть». Насмешливый тон и улыбка заставили всю команду поневоле улыбнуться и засмеяться, вспоминая все два года, которые они провели в одной команде. Однако, Учхо и Барута вспоминали больше, почти всю свою жизнь, которую были с ними знакомы. Детство, когда Барута гнался за шайкой мальчишек, которые отобрали леденец у Сарады. Их времена в Академии, когда она не могла переносить блондина на дух из-за его глупости и безответственности. Позже, совсем недавно, их последние два года в команде, во время которых они не раз друг другу спасали жизни, не раз улыбались и оплакивали или общей горе, не раз лечили и приглядывали друг за другом. У обоих в голове появилась пустота, которая заполнилась лишь одним вопросом. Это конец. И ты совсем не против? Непонимающе спросил очиха, еле сдерживая свою язвительность. Сарада, от произношения ее имени у нее забилось сердце в разы быстрее, нежели обычно. Я должен и точка. Первым поднялся младший узумаки, который ступил на сухую землю, чувствуя, как трава ласкает его ноги. Ты правда уйдешь? Спросила Сарада, в надежде на то, что он как всегда сейчас посмеется и скажет, разгадала. Но он не сказал с улыбкой те слова, которые она ждала. Мы никогда не любили перемен, правда? В ответ спросил Барута. Ты же сам знаешь, что это слишком мягко сказано для этой ситуации, наконец подал голос Митсуки, понимая, что у Сарады не найдется нужных слов. Возможно. Мне правда нечего ответить на это, подытожил Барута, чувствуя колебания знакомой чакры. Сарада разочарованно посмотрела в другую сторону, пытаясь отгородиться от всего, но заметила чужую фигуру. Седьмой. Больше дисциплинированно произнесла она, стараясь выжать все эмоции и слов, оставив сухую оболочку, которой был обязан пользоваться Шиноби. Не волнуйтесь, здесь я просто Наруто, с улыбкой произнес Узумаки, смотря в сторону сына. Все собраны, Хьюги уже забрали твои вещи. Ясно, тогда пойдем ужинать, но через секунду Барута остановился, переводя свой невидимый взгляд на друзей. Если хотите, я был бы рад, если бы вы остались на... Закончить ему не дала Сарада, которая смущенно выкрикнула свое несогласие, выставляя руки вперед, вертя ими со стороны в сторону. Наруто улыбнулся такой дивной картине, а Барута внутренне усмехнулся, представляя, как она выглядит. Ладно, тогда надеюсь, мы скоро встретимся, произнес вдобавок Барута, следуя в сторону Наруто. И мы надеемся, закончила его команда, исчезая из территории Узумаки. Утренние лучики солнца медленно набирали свою силу, стараясь согреть земную почву своим бездушным теплом. Молодой иммануко с самого утра стоял в приемной зале Хакаги, ожидая пока он освободится, чтобы уделить ему время с важным делом, которое подготовили для него. Солнце все дальше поднималось, стремясь к самому пику, но холодный осенний воздух говорил о том, что это солнце уже не греет, и не грело оно не только ему этим ужасным утром. Дверь медленно скрипнула, повернувшись к ней, и Наджин заметил двух людей, высокого блондины, этим на волосую учиху, которые стояли несколько секунд молча, всматриваясь в самого Иноджина. Привет, Иноджин, как утро? Поинтересовался Хакаги, придавая атмосферу какого-то уюта, который был чьюж с зеленым глазом. Хорошо, господин седьмой, можно перейти сразу к делу? Начал он, пытаясь не оставлять по долгу свой взгляд на кому-то из присутствующих. Можно, согласился Наруто, доставая один из свитков, которые лежали на деревянном шкафу, с пометкой песка. Что же, этот свиток нужно доставить к Азикаге, получить свиток с информацией от него в ответ и составить отчет о вашем пути туда и обратно, ровным тоном произнес он, отдавая свиток в руки Саради. Какой предположительный ранг миссии? Поинтересовалась Учха. Миссия рангов, в свитке важная информация, которая может оказаться полезной для торговцев информацией. За последнее время активность Нукинина в перехвате данных увеличилась, поэтому Туинаджин, как единственный свободный Чунина в деревне, будете возглавлять отряд из пяти человек. Тем же Туном рассказал Наруто, в то время пока Инаджин удивлялся такому странному совпадению в его жизни. За своими мыслями он не заметил, как Наруто и Сарадо уставились в его сторону, не понимая, почему тот застыл на месте. В облаках витаешь, сказал Учха, тем самым вытягивая того из потока мыслей. Ох, простите, задумался, неловко признался он, немного кланяясь Хакаги и стараясь быстро выйти из кабинета. Будьте осторожны, дети, добавил Наруто уже в пустоту, думая о вчерашнем разговоре. Выйдя на свежий воздух, Инаджин почувствовал, как поток прохладного ветра пробегает по его телу, заставляя съежиться от неприятного чувства, которое заселилось у него под кожей. Переведя взгляд на подруга, он заметил, как та немного скованно идет, но свел он это лишь на плохую разминку и не лучшую погоду. Спокойно проходя возле только что открывшихся прилавков с едой, он притормозил, присматриваясь к сладостям, но не останавливающаяся сарада, дала ему знак того, что сейчас лучше сосредоточиться на предстоящей миссии. Подойдя к воротам, они заметили давно знакомых людей, которые стояли в кучке, грезь возле друг друга и посапывая. «Привет!» Первой обратилась сарада, видя Кавакичачо. «А где Митсуки?» Он сказал, что подойдет через пару минут. «Вот должен!» Голос позади всей команды перебил их. «Я уже здесь», подал сына Рачимару, кивком здороваясь с сарадой и немного задерживая взгляд на Инаджини. «Шикодай!» спросила очиха, отчего присутствующим показалось, что это больше похоже на допрос. Он на задание с дочерью Курина Иссен, вместо всех ответил Инаджин, стоявший позади сарады. «Ладно, тогда будем отправляться в путь, надеюсь все готовы». Больше холодным тоном поинтересовалась она, стараясь изобразить командира. Не услышав никаких слов в ответ, она коротко улыбнулась и надобавок закончила. «Тогда вперед!» Яркие вечерние лучики солнца ярко светили в глаза группе Шинобе, которая медленно продвигалась в сторону песка. Незначительная задержка во времени никак не волновала их, но Сарада все равно выглядела обеспокоенной, но ее друзья, кроме Митсуки, даже не заметили этого. Спустя полтора часа бега, когда солнце уже садилось, они решились разбить лагерь и отдохнуть. Увидев, как все в негласном порядке взваливаются возле деревьев дабы отдышаться, Сарада невольно вспыхнула и спустя секунду уже начала раздавать четкие указания команде. Чачо, у тебя остались припасы? Спросила она, будто бы зная о огромных горах еды у Акимич. Да, Сарада, измученно пробугнила она. Только я не отдам вам все. Я тоже голодна. Повысила Чачо, будто бы угрожая всем присутствующим, отчего на лице Иноджина вылезла едкая усмешка от воспоминаний, когда они всей командой проводили миссии. Каваки, Митсуки, найдите дров для костра, в ответ послышалось тихое согласие, после чего два силуэта скрылась в пуще леса. Иноджин, на нас палатки, обратилась она к нему, но повернувшись в его сторону увидел лишь пустой пенек, на котором он сидел минуту назад. Вот же, осмотревшись Шаринганом, Сарада заметила плавный след бледно-зеленой чакры, которая уходила в другую сторону от их лагеря. Недолго думая она ушла за этим следом, на поиски проблемного блондина. Легкий гул ветра успокаивал нервы Иноджина, пока он сидел на камне, рассматривая заходящее солнце. Легкий шелест листьев немного раздражал его, заставляя все время оборачиваться, дабы удостовериться в том, что он один. Все, что витало в голове блондина, было сплошной кашей, состоящее из всего, что только можно. Деревни, каги, клан, люди, дети, войны, власть. Все наваливалось на него слишком быстро, он не мог. Нет, он попросту боялся этого всего. Слишком много людей на него рассчитывают, слишком много на него надеются, слишком много людей дали ему обязанностей. Он же всего лишь Чунин. Чунин. Какого черта Никахан? Голова Еманака начала покалывать и болеть, отчего он устал и закатил глаза, совсем не обратив внимания на присутствие человека рядом. Иноджин? Послышался голос Учихи. Неожиданно взволнованный разворот выдал его с потрохами, особенно перед такой девушкой как Сарада. Что такое? Все в порядке? Переспросила она, немного меняя тон на более мягкий и дружеский. Да, просто не ожидал гостей, с улыбкой произнес он, стараясь перевести тему. Вот как. Ну ты смотри там мне, с такой же улыбкой сказала Сарада. Мне в команде нужно, чтобы все Чунины были в строе. На лице выскочила давно знакомая улыбка, от которой ей самому хотелось улыбнуться, но улыбка была больной и даже он это заметил. Болезнь, которая явно выдавала теперь ее, болезнь с именем Барута Узумуки. С неспокойными мыслями они отправились к своей команде. Сегодня это их последний ночлег по дороге в песок. А значит нужно быть готовыми и собранными для всего. Приятная теплая осенняя погода отдавалась шумом в голове из-за плохого сна в прошлую ночь, после, наверное, последнего ужина со своей семьей. Следуя под руку с парой слуг из квартала Хьюга, Барута чувствовал себя крайне неудобно униженно, принуждая других помогать ему. Его глаза не могли видеть красоты квартала, но от удивительно свежего запаха, со вкусом каких-то сладких фруктов, казалось будто бы они вовсе не в пыльной деревне листа, в которой строят многоэтажки. Легкость наполнила легкие приятным бризом наслаждения и удовлетворения. И все, что заставляло блондин еще осознавать, что он в реальности это медленные, но четкие звуки шагов двоих помощников рядом. Через несколько минут послышался знакомый звук спарринга, от которого он по неволе постарался напрячь глаза для того, чтобы их открыть и посмотреть на драку, но забыв обо всем он лишь мысленно стукнул себя по лбу за глупость. Зайдя в главное поместье, блондин сразу уже услышал до боли знакомый, холодный голос главы клана. Барута, приветствую тебя от имени всего клана, четко произнес Хиаши, отчего складывалось ощущение, что он заготавливал весь диалог заранее. В ответ же хочу передать вам приветствие от всего семейства Зумки, Хиашисан. Спасибо за ваше щедрое предложение, неподалеку послышался ясный и недовольный цок от языка, отчего блондин рефлекторно повернулся в сторону звука, встречаясь с молодой брюнеткой, чтобы возвышалась над ним на пол головой и злостно прожигала его своим всевидящим глазом. Почувствовав на себе чужой взгляд, у Барута прошелся табун мурашек по коже, подсказывающий кто это. Ханабисон. Здравствуйте, попытался ровно выразиться Барута, но все же немного замялся, произнося ее отчего почувствовал в ответе ухмылку с ее стороны, что немного раздразнило его. Теперь он ожидал лишь язвительного игнорирования, которое будет бесить его весь день. И как он и ожидал, ответа не проследовало, из-за чего он даже улыбнулся, читая хоть одного Хьюга в своей жизни. Хиаша злостно посмотрел на дочь, видя что-то даже не собирался уделять внимание гостю, да и при желании сделала бы с ним то же самое, что только что сделала с грушей, которая лежала на земле с прорванным боком, из которого сыпались опилки. И должно быть Ханаби заметила пронзительный взгляд отца, если через несколько секунд все же решила ответить. Здравствуйте! Голос ровный, холодный, безэмоциональный. Почти тот, какой он и ожидал. Конечно, Барута знал, что все это идет не в радость не только ему, как будто девушка будет довольна таким браком. Мысленно вздохнув, он решил начать первым. Хиашисон, не могли бы вы со мной прогуляться, заодно показать мне мое место. В вашем доме, разумеется, игра в его словах не осталась незаметной, из-за чего по спине Ханаби прошел озноб, от того, как такой ребенок, как он, начинает игру с ее отцом. Хьюга никогда не знала, что за человек Барута у Зумаки, и даже сейчас не была уверена в нем на все сто процентов, но на долю секунды ей показалось, как в его груди, мельком вырвалась наружу его черная, темная и полностью скрытая сторона, которая не боялась такого манипулятора, как Хиаши Хьюга, да и вообще вряд ли Чего-то боялась. Присмотревшись ближе своими глазами, все за секунду стало в норму, будто бы ничего не произошло. Она была уверена, что ее отец это тоже заметил. Что же, пойдем, немного увлеченно ответил Хиаши, радуясь интересному экземпляру, и отправляясь медленным шагом по тропе, оставляя Ханаби со всей сытой позади. Почувствовав руку мужчины на своем плече, Баруто посчитал, что так он будет направлять его в нужную сторону, и не ошибся, чувствуя через пару секунд, как тот надавливает на плечо, а голос его немного слабеет. Ну так что, Баруто, как там моя племянница? Неожиданно спросил Хиаши, медленно ведя за собой блондина. А вы не знаете? Ответил вопросом на вопрос Баруто, пытаясь выудить из него что-то большее, чем холодный тон. Если я спрашиваю, то видимо не знаю, разве нет? Вы правы, ответил Блондин первый. Она в полном здраве, только всегда уставшая, за домашними делами. Вот как удостоверился Хиаши. Тогда все прекрасно. Такой же стальной и холодный тон. Баруто понимал, что одной попытки не хватит, чтобы выудить из Хиаши хоть что-то, но все же он переживал, хоть бы он смог сделать то, что задумывал. Через несколько минут они притормозили, и Баруто вновь почувствовал чакру Ханаби, которая показывала свое недовольство точно так же, как и сама ее обладательница. Вспомнив, что девушка не шла вместе с ними, он сделал единственный вывод к главному поместью есть множество троп, и их придется изучить. Ну что же, сынок, на выдохе добавил Хиаши. Наш, точнее, теперь твой дом. Вытянутая рука мужчины говорила о том, что они были на месте, из-за чего Баруто невольно вспомнил свой первый визит в поместье Хьюго. Спустя несколько секунд, где-то в десятки метров от них фыркнула Ханаби, подсматривающая из дома за ними словно ребенок. Подхватив блондина за локоть, он с Хиаши направились внутрь поместья. Далеко в детстве он со своей семьей немного успели побывать в поместьях Хьюго. Много какие моменты тогда стерлись из памяти Баруто словно сон, но одно оставалось видным, как ясный день. Размеры этого поместья были чертовски здоровыми, даже по меркам кланов. Странное чувство моментально хватило тело блондина, как только они зашли вовнутрь. Странный холод, который совсем не пугал и не делал неприятно, а больше успокаивал и охлаждал. В таком месте невозможно разозлиться, прошла мимолетная мысль у парня. «Пройдем, отведу тебя в твою комнату, там». Наступила губительная секунда молчания, по которой блондин невольно сглотнул. «Можно поговорить наедине». Ханаби провожала взглядом Баруто, зная, что Хиаши сможет завладеть и им. Хоть этот факт ее не особо волновал, по крайней мере и сейчас. Вечерний прохладный воздух щекотал щеки брюнета, который двигался в направлении своего дома. Недельная миссия совсем не давалась в знаке, брюнет ловко, почти что грациозно, перескакивал с ветки на ветку, направляясь к новому, но уже родному кварталу Оннера. Возле ворот деревни, его шустро остановили охранники, не давая тайком проскочить внутрь жилого района. И теперь уже немного хмурый с подозрением уставились на него, пытаясь расколоть его одним взглядом. Кето быстро это понял и как можно легче сказал Кето Оннера, миссию рангов, уби. Грубый голос одного из стражников заставил Кето притихнуть. «Новенький, чтоб вас совсем правил, не знаете?» «Каких?» поинтересовался парень. «А че ты лишь Хакаги или его помощнику? Ты уже не наемник, а полноправный член деревни, значит и законы у тебя и твоего клана уже другие», уяснил. Отозвался второй, более спокойный, но ощутимо сильный Шиноби. Приглядевшись к ним он заметил шрам, пересекающий левый глаз и необычный цвет волос, то ли серый, то ли пепельный, в вечерней темноте точно понять он так и не смог. «Простите, такого больше не повторится», заучено вылетело у Кето за секунду, чем только нахальный стражник ухмыльнулся, а более спокойно лишь улыбнулся, думая о чем-то своем. Через несколько минут осмотра Кето отпустили и решил отправиться сразу же к Хакаге, дабы сдать отчет, после чего с чистой душой выдохнуть и отправиться домой. «Твою мать!» «Шикамару!» «Надо что-то делать, давай отправим хоть кагото, блядь!» нервно выкрикнул блондин. «Кого?» «Генинов?» «Все заняты!» В кабинете повисло молчание, которое разрушалось лишь звуками из улицы. Послали на свою голову. Неожиданно раздался звук стука, из-за чего оба немного напряглись, стараясь принять приемлемый вид, как для Хакаги и его помощника. «Заходите!» Прозвучал стальной голос блондина. В кабинете показался брюнет, которого Наруто с Шикамару хорошо запамятовали, возлагая на него огромные надежды в будущем. «Кето!» С улыбкой отозвался Наруто. «Хакаги-сама, миссия выполнена, отчет!» Лаконично произнес он, ставая перед ними на колено со свитком, в котором хранился отчет, который его заставили написать в бухгалтерии, но голос Нара перебил его. Слишком часто за день его перебивают. Так пронеслось у него в голове. Это подождет, как себя чувствуешь на новом месте. Все очень хорошо, благодарю вас. Слушай, начал Наруто. Тут, такое дельце, Шикамару сразу сообразил, к чему ведет Наруто и решил помочь ему. Да. Точно ведь, прости, что так вышло, но мы нуждаемся в твоей срочной помощи, Киото, сможешь нам помочь? В голове брюнета начала витать горсть мыслей, которая только имеет целоводную цель в неплановой миссии. Какой ранг? Отозвался он через секунду. Предположительно, но по дороге на группу Шиноби напали, а новостей нету, мы думаем, что угроза может подняться до ранга, честно сказал Наруто, пытаясь выглядеть как можно красивее и достойнее в глазах юного Шиноби. Я конечно рад, что вы оцениваете мое мастерство на столь высоком уровне, но я не уверен, что смог бы. Сможешь, к тому же мы не стали бы рисковать наследником Онра по пустякам, решил добить последний гвоздь Нара. Ясно. В голове начал сырой мыслей, которые он быстро отбросил по мне одну истину Он Шиноби. Когда выдвигаться, Хакаги Сума. Кабинет наполнила странная атмосфера, как будто перед началом боя, и именно эта атмосфера не предвещала ничего хорошего. Сейчас, Киото. Легкие блики водной глади в фонтане полностью отвлекали внимание Шиноби Тумана, который глядел в сторону от своего собеседника, молча кивая и соглашаясь с его словами. Светлые стены храма красиво отсвечивали солнечные лучи, завораживая почти каждого посетителя своей игрой света. Брюнет из Тумана оказался одним из очарованных, удивительные блики цветов радуги играли в глазах молодого Шиноби, пока его отвлекал другой гость. И лишь как только собеседник со всей дурью лупанул по каменному столу, Брюнет оторвался от прекрасного зрелища, искоса поглядывая на того, кто сидел напротив. Алю, блять! Охренел, что ли? Рыкнул окоцу, теребя руками перед лицом Хашигаки. Что такое? Более спокойно отозвался он, поворачиваясь в его сторону и смело оскаливаясь. Если из-за тебя, бляди, все сорвется на этой встрече, то я тебе, блять, устрою такую сладкую жизнь, что ты уйдешь из мира по собственной воле. Вот как заговорил наш мальчик, окоцу, а ну дай пощупай твои мягкие щечки, саркастично съезвел он. Шиноби камни моментально достал кунной, занося его в сторону шизума, но меткий выстрел кунаем из темноты и выбил оружие из рук окоцу. Хватит бездельничать, утырки. Объявился таинственный блондин, прикрывавший свое лицо зеленой маской. Я уж думал ты не появишься, улыбчиво отозвался Хашигаки, поворачиваясь в сторону гостя с явно заинтересованным видом. Я всегда появляюсь там, где нужен, а вы тут херней страдаете, как дети яйбучие, низкий и безразличный голос парня, придавал ему своего кресла. Что же перейдем к делу может быть? Закончил Шазама, поворачиваясь в сторону стола и принимая удобную позу. Славно. Объявляю сбор открытым. Грибан и песок. Рявкнул Наджин, прикрывая лицо платьком изумрудного цвета. Шторм настиг команду двух чунинов, как пошутил тогда Ковыки, в шутку. Солнце и облака утопали в тенях песчаных облаков, которые обволакивали огромную пустыню в свои лапы в попытках сожрать все, что там было. По несчастному случаю пленниками этой погоды и стала команда листа. Заткнись, Инаджин, лучше посмотри карту. В ответ прорычала Учхо, прикрывая лицо руками и откашливаясь с каждым словом. Песок медленно забивал обувь Шинобе, нарезая ноги прямо изнутри, из-за чего Чачо преждевременно опешила, бессильно падая на колени. Я дальше не могу, Сарада. Взмолилась она, потирая уставшие ноги. Но Чачо права, Сарада, подтвердил Мицуки. Нам всем нужен отдых. Переждать Борю будет разумней, к тому же мы восстановимся. Учхо хотела возразить, но увидев усталые лица товарища опешила. Ладно, как только Боря утихнет сразу выдвигаемся. Отлично. Пробубнили каваки на джин, что-то шепча друг друга, отчего Сарада злостно покосилась на них, как будто обвиня в предательстве. Через несколько минут перед Шиноби был сподвигнут земляной купол, который корывал их от песчаной навалы, желающий сожрать все на своем пути, разрастаясь до огромных размеров. Сарада, открыв дорожную сумку, достала кучку бумаг с печатями, подпаливая их огнем и небрежно бросая в середину их убежище. Должно хватить на пару часов, монотонно сказала Сарада, как будто читая отчет. Чачо, у тебя что-то осталось? Если бы вы еще до прихода в песок всю мою еду отобрали, а я, между прочим, тоже голодная. Обиженно пробурчала она, шепча что-то дополнительное себе под нос. Ты вечно голодная, жируха, в полтоны, из-за чего все уставили в его сторону. Слушай сюда, придурок. Сарада вовремя подцепила руку подруги, заставляя эту замолчать и сама добавила «Я была бы очень рада». На секунду она помедлила, вырывая из каждой секунды молчание, явное волнение напарника. Если бы мы все вели себя как команда, а не грызлись по таким мелочам, то уже были бы в деревне. До границ стран огня осталось чуть больше дня. Можете потерпеть. «Можем?» вениво ответила Наджин, укутывая лицо посильнее своим платком и оборачиваясь в сторону. Кажется, конфликт был щерпан, по крайней мере так считала Учхо, или сильно на это надеялась. Отлично, а теперь давайте хоть немного отдох. Неожиданный взрыв снаружи нарушила без того напряженную атмосферу, подрывая часть земляного купола. Ударная волна оглушила всех шиноби, отбрасывая их в противоположную сторону. Пылающий в глазах Шаринган давал хоть какую-то четкость картинки, в глазах показались темные силуэты, лица которых были скрыты тенью их шляп. Сарада напряглась, пытаясь подняться на колени, но почувствовала жесткий и сильный удар в поясницу, который заставил ее отлететь на пару метров в сторону. Удар по пояснице моментально отозвался тупой болью в спине. Рука удар, когда она увидела, как этот же силуэт подходит к ней. «Тише, учха, не сопротивляйся и все с твоей командой будет в порядке», прорычал невысокий, но хорошо укрепленный навеет мужчина. Подходя все ближе и ближе, Сарада почувствовала, как ее ноги превращаются в вату, прогибаясь под собственным весом. И через долю секунды уже падала без сознания на песок. «Здравствуйте, Сакурасан, свободны!» мягким тоном сказал блондин, ожидая ответа. Сакура посмотрела на гостя и сразу оживилась, помогая ему войти и сесть на кушетку. «Ну как ты, Барута?» поинтересовалась она, отпивая из кружки горячий чай. «Привык», с улыбкой ответил он, касаясь бинтов на лице. «Ничего, мы это исправим, главное немного потерпеть, сможешь ведь?» Барута ухмыльнулся, принимая слово медика, как вызов. «А то...» рыкнул он, словно разыгранный кот, который уже не видел границ с игром. «Итак, как твои глаза себя чувствуют, никакого раздражения, дискомфорта нету?» «Когда Сакура коснулась темы здоровья, то ее голос моментально изменился, чистый, твердый и даже немного строгий, как показалось Барута тогда. «Нет, все в порядке?» «Слово Бога, сенсорные техники немного помогают», честно ответил он, срывая со своего лица улыбку. «Отлично, тогда сделаем некоторые анализы, возьмем немного крови, и на ближайшую неделю будешь свободен», с улыбкой произнесла очиха, отчего Барута улыбнулся в ответ, чувствуя, как ее голос становится более расслабленным. «Сакура-сан, у вас есть догадки, что это?» поинтересовался Барута, немного задумываясь о том, сколько времени займет лечение. Если честно, Розовласка сделала паузу, заставляя Барута немного напрячься. «Я никогда не видела таких случаев, скажу больше, я о них даже не слышала». «Вот как?» и подал Барута, спустя несколько секунд. Отчего Сакура почувствовала себя виноватой в этой ситуации. «Барута, не волнуйся, я же лучший медик во всех пять великих странах, так что смей недооценивать меня». Усмехнулась женщина, видя как губы младшего узума Кихиуга немного приподнялись. Вот и славно. «Ладно, давай руку, возьмем кровь и потом пойдем в лабораторию». «Слушаюсь, Сакура-сан», улыбчиво произнес блондин, следуя Зучхой. Медленный закат солнца радовал глаз Кьюги, сидящего на заднем дворе поместья. Спокойный взгляд солнца слепил бы любого, кто не имел особых глаз как у него. Еще один прекрасный закат говорил об одном план все еще идет четко и без ошибок. А прочие его не заботят, или не заботила. Вдруг его раздумья прервало чужое присутствие, дочь явно хотела побеседовать. «Слушай, Ханаби», обратился он, поворачиваясь в пол оборота. «Ты знаешь, чего я хочу», безразлично отозвалась девушка. «Знаю, но нужно потерпеть, и не волнуйся, он к тебе и пальцем не притронется, никогда». Тонг Юги помрачнел, а лицо напряглось, будто бы выискивая что-то упущенное. А может мне назло? Хотела запротестовать Ханаби, но пустой взгляд отца заставил ее притихнуть. «Я подберу тебе нормального человека, из нашего клана, а главное достойного». «И как ты собираешься искать достойного человека, если все в клане под тебя подмятые? Нету никого достойного в клане, или для тебя это самые лучшие подлизы?» Выплеснула Хьюга, зло всматриваясь в яство отца. «А что ты хочешь? Чтобы это блондинистое убожество на самом деле стала главой клана? И твоим мужем по совместительству что ли?» Так же крикнул старик, машинально пили дочь своим гневным взглядом, который всегда работал в ссорах. В глазах обоих родственников светился огонь, каждый был недоволен и зол друг на друга. Хьюга за глупость и упрямство дочери, а Ханаби за то, что тот так зазря жертвует ее будущим. Возможно, если бы Узумаки был хоть немного старше, может быть она бы и вправду рассмотрела вариант который предложил Хиаши хотя бы на пару лет. Хоть и молодая Хьюга сказала, что не знакома с ним, но все-таки когда узнала о планах отца, то моментально попросила своих знакомых друзей навести справки по своим дальним родственникам. И сказать, что она ожидала алчного, злого, эгоистичного парня, было бы истинной правдой, но Хьюга искренне удивилась, когда узнала о его доброте, юношеской глупости, задорности и стремлению. Совсем как Рика. Не будь она Хьюгой, да и еще нареченной ему в жены, Ханаби была бы уверена, что смогла бы с ним найти общий язык. Но не в этом месте, не в этом времени, не в этой вселенной. Ты сделаешь так, как хочу я, понятно? Узаконил разговор Хиаши, возвращая дочь к реальности. Как будто у меня есть выбор. Хиаши решил не давить на больную рану и просто ушел, оставляя Ханаби вновь одну, смотрящую, как последние лучи солнца уходят из виду, словно ее свобода вытекала у нее из рук. Солнце медленно опускалось, пока полностью не исчезло за кронами деревьев, после чего Ханаби ушла прочь, не заметив копку блондинистых волос, которые хорошо были перекрыты листвой соседнего дерева. Вот значит как, интересно. Тихий треск костра отвлекал Кету от мысли о недавнем задании. Яркий лунный свет украшал зеленые ветки елей, придавая таинственную атмосферу лесу. Рука он разалезла в подсумок, доставая небольшой пакетик, в котором лежали несколько кусочков вяленого мяса. В голову Кету начали лезть давние мысли о его конфликте с отцом, о решении того вообще ввязываться в интриге пяти деревень, для повышения статуса, как выразился он тогда. Кету у меня есть для тебя новость с небольшой улыбкой, но ярким светом в глазах сказал им он, указывая на стул рядом. У меня отлично прошла миссия, спасибо что спросил, недовольно пробурчал в ответ мальчишка. Да ладно тебе, мы оба знаем, что есть не так много людей, которые способны тебя ранить, но такие есть, перебил его Кету, выглядя крайне недовольным началом такого разговора. Ты каждый день встречаешь тени манука, или последнего учиху? Более спокойно спросил отец, четко дав понять, что ожидает от него ответа. Нет, недовольно цокнул парень, скрещивая руки на груди. Ну вот тогда и не плачь. А теперь слушай, небольшая пауза заставила Кету насторожиться. У нас с листом организован договор. Мы теперь станем официальными шиноби, а не наемниками. Кету постарался воздержаться от комментариев, да и вообще воздержаться от всего, что могло бы продлить этот непонятный разговор. Ты не рад что ли? Ты и так знаешь, как я к этому отношусь, или мне все-таки стоит напомнить? Цокнул младший Онора, прикрывая глаза от усталости. Началось? Да, папа, началось. Ты знаешь, что я никогда не любил все эти деревни, которые только воевали всю свою историю. Единственные на кого мы можем положиться это только мы сами. Спалил он, выкрикивая все слова с долей горячей, будто бы знал, что их в итоге все равно забудут или пропустят мимо ушей. Кеато, как ты не понимаешь, мы наконец-то сможем выбраться из этой грязи, которой нас поливает буквально все. Мы сможем стать равными, стоять рядом с ними всеми, а не под ними, почему ты так этим недоволен? Да потому что как мы станем им ненужными и не выбросит нас к чертям. Резкий крик заставил главу пошатнуться, чувствуя, как обстановка накаляется. Успокойся, ты сейчас разговариваешь не только с отцом, если не хочешь отстранения от работы, да вы же, на мне единственном сейчас клан кормиться, тем, что я вечно на побегушках деревень, убираю за ними их грибаное дерьмо. Это я ваш ебучий источник доходов и мансан. Следом после грубых слов Киато хлопнул дверью, убираясь вон из комнаты отца. Такой же как мать. В пустоту выдавил он, всматриваясь на небольшую фотографию на рабочем столе, где Киато, на рай, и Мон и Мира стояли возле семейного древа и счастливо улыбались друг другу. Решив сделать ночной привал до утра, Киато развеял клонов, усаживаясь ближе позу для дремы, но поток информации от клона, который находился в северном квадрате, сразу изменил его планы. Резко рванув с места, забыв все вещи на базе, он ускорился, стараясь как можно быстрее догнать группу беглецов, что направлялась в сторону дождя. Через десяток минут он прибыл на место, где был развеян его клоны, быстро сориентировавшись, Киато начал преследование. «Ну как вам сегодняшний рельет ребятки?» Блеснул одноглазый мужик с повязкой через пол лица. Звериный оскал завел толпу, отчего-то торжествующе зарычала подобно зверям, которые увидели перед собой огромный кусок мяса. Сильно изголодавшиеся члены банды видимо уже начали делить добычу, из-за чего и начался шум среди толпы, а следом и проследовали четкие звуки ударов. И как они вообще захватили отряд листа? Да и ранга у них точно нету, прошептал себе подноски АТО, прикрываясь своим фирменным хенги и темным плащом. «На сегодня мы все хорошо поработали, завтра отправляемся на базу, а пока пейте, ешьте, весел». Резкий хрип, который издал главарь, заставил остальных напрячься, смотря по сторонам. Тело одноглазого бандита пало на землю, окрашивая бледную траву алым цветом крови. Перед глазами всей тучи людей появился одинокий силуэт, который возвышался на теле их главаря. «Убери с него ногу, ублюдок!» Зрычала толпа, доставая свое оружие блестяним. «Продуктивного разговора я так понимаю у нас не выйдет!» Пробурчал сам себе Оннера, доставая пару сурикинов и направляя чакру к рукам. «Придется выбить из вас все дерьмо!» Осенние утренние блики солнца приветливо встречали ранних пташек, которые с самого утра трудились не покладая рук. Но Барута проснулся не без помощи своего любимого родственника Хиаши Хьюга. Услышав голос главы клана, Узумаки напрягся, стараясь собраться с мыслями и здраво все оценить. Но спонтанный голос Хиаши помешал ему даже отличить реальность от сна. «Итак, Барута, это первый по совместительству последний раз, когда тебя бужу личною. В дальнейшем этим будет заниматься прислуга. Ты должен чтить наши правила и традиции, поэтому спать до обеда теперь не будешь. Ты стал частью клана, а значит будем делать из тебя хорошего Хьюга», ровный голос Хиаши заставил Барута внутренне нахмуриться. Неужели так быстро пролетело у него в голове? «Хиашисан, вы что ли?» Недоуменно покосился он в сторону старика, притворяясь удивленным. За что почувствовал холодное молчание и точно такую которая видимо негодовая поведением сорванца. «Идем, сегодня очень важный для тебя день, первый совет кланов, такое ни с чем не спутать. Пора учить тебя не только выглядеть как Хьюга, но и думать, как Хьюга», галантно произнес Хиаши, будто бы принижая любого, кто не являлся членом белоглазого клана. От такой мысли Барута начал внутренне смеяться, но все же сдержал весь смех в себе. Поняв, что Хиаши не заметил в нем этого, Барута даже улыбнулся в открытую, понимая, что хоть и с силой, но может сдержать эмоции. В то время как Хиаши, заметив улыбку на лице блондина, невольно улыбнулся ему в ответ, все еще читая его, как открытую книгу. Через пару десятков минут, Барута уже немного бодрый, но все еще растерянный, следовал под руку со слугами и слушал, что ему говорил Хиаши на протяжении всей дороги. «Очень важно читать людей, потому что это всегда дает тебе рычаги давления, вот где-то пару десятков лет назад, при правлении третьего. В это время Барута начал витать в своих мыслях и понимая хорошую возможность для того, чтобы поговорить с отцом, и тем самым заключив выгодный для клана. Барута ощутил, как чакра Хиаши начинается сгущаться, а голос его утих в ту же секунду. «Барута, ты меня вообще слушал?» В голосе была скрытая ярость и злоба, что почувствовала даже прислуга, которая посильнее вжалась в руки Барута, будто прикрывалась за ним, как за крепкой стеной, крепкой до получения первого удара. «Конечно слушал!» солгал блондин, пытаясь ускользнуть от темы, не начиная ее. «Можешь рассказать мне, о чем я Гова?» Неожиданный голос позади них заставил их обратить внимание на неожиданного гостя. «Господа, все уже ждут вас!» обратился к ним юный Шиноби, стоявший на пороге канцелярии Каги. Хиаши сразу переменился в лице и уже с более холодным и отчужденным видом отправился внутрь канцелярии, оставляя блондина в замешательстве. «Как думаете, я покойник?» Шутливо обратился он к сопровождающим его Хьюгам, но его голос выдавал страх и беспокойность, а не насмешку и возвышенность. Так и не услышав ответа от слуги, с неким опасением, Барута ступил за порог канцелярии, будучи уже не Шиноби, отдающие отчеты принимающие новую миссию с командой, а как наследник клана Хьюга. «Эй, а ну освободите нас, уроды!» рявкнула брюнетка, слыша насмешливые голоса снаружи камеры. В ответ группа услышала лишь тишину, которая осмеялась с них во всю силу своим молчанием. Сарада злобно фыркнула, прикрывая без того уставшие глаза, стараясь прислушаться к окружающим звукам, которые могли бы подсказать, где они. В попытке усилить слух чакрой, она лишь в который раз выматерилась на все, что ее окружало, чувствуя, как на ней стоит чакра подавляющая печать. В глазах уже начали собираться маленькие бусинки слез, от безысходности ситуации, как вдруг за стеной раздался знакомый голос Сарада. «Ты что ли материшься?» Сакурасен такое бы не одобрила. Подал голос Барута, но вдруг в голову учихи влезли явные осколки из памяти. «Миссия в стране воды, Юрий. Слепота. Неужели она обозналась? Кто ты?» Через секунду спросила она, угрожающей ожидай какой-то ловушки. «Вот это да, своего неповторимого напарника не узнаешь?» «Инаджин это...» взволнованно ответил парень, как вдруг из той же стороны подался новый голос. «Дуреха!» «Дай угадаю, начало Сарада!» «Собственной персоной, госпожа Учиха!» «Позакрывали пасти, утырки!» Рявкнул часовой, стуча по решеткам камеры. «Ребят, вы знаете, как обстоят дела?» решила спросить Учиха в полтона. «Черт его знает!» начал Инаджин, но тут подключился Митсуки. «Сарада!» «Когда мы услышали тебя, то окликнули, но ты сказала...» «Мне послышалось, не обращая внимания», отгородилась девушка, стараясь забыть неловкий момент. «Ладно, нужно думать, как выбираться», сказал Митсуки, прибавляя голосу серьезности. «На вас тоже стоят чакры, подавляющие печати!» спросила Сарада, начиная готовить план действий. «Да, чакрой мы тут не попользуемся!» «Черт!» выругалась Учиха про себя, обдумывая действие. «Слушайте, у всех печатях есть одна особенность, если заставить ее поглотить слишком много чакры, то они деактивируются!» «Ты гений Сарада!» воскликнул Яманука, как вдруг вся команда услышала рев часового. «Вы что, блять, оглохли вообще?» «На третий раз он точно подойдет», решил Учиха, начиная действовать. «Итак, ребята, начала девушка шепотом, попытайтесь сбить кому-то печать, чтобы можно было легче справиться с остальными, а я пока отвлеку его». не дожидаясь ответа команды, Учиха проскользила и завизжала во всю силу. «А-а-а! Крысы! Помогите!» Единственное, что услышали они, перед тем, как Сарада перестала отвечать команде. «Что?» «Сарада, стой блин!» прошипел блондин, но ответом великой Учихи так и не удосужился. «И как нам сбивать печать, если мы не можем использовать чакру?» Выпросительно покосился Каваки на всю команду. «Есть у меня одна идейка!» Воскликнул Наджин, посматривая на бессознательную чачо. «Что там?» переспросил Мицуки, начиная вслушиваться в планы Наджина. «А может легче просто заставить ее все съесть?» Насмешливо пропыхтел Каваки, когда услышал неимоверную идею блондина. «Я свою напарницу не поставлю под удар, да и к тому же у нее и так чакра на нуле, мы не можем ждать полдня, пока Сарада там нам время тянет. В отличие от тебя, презренно плюнул Наджин, напоминай Каваки о том, кто сейчас спасает всех. Парни, успокойтесь, а теперь давайте искать те таблетки». Через несколько минут, парни торжествующе пискнули и каждый откусил по части пилюли сжигания веса. «Если все должно пройти правильно, и мы не умрем от избытка калорий в организме, то мы взамен у них получим немало чакры, так что постарайтесь приложить усилия, потому что больше такой слабой таблетки в запасе у Чучу нету, отчитал всех и Наджин, принимая за кусок пилюли. «А что будет, если этого не хватит?» С опаской спросил Каваки, поглядывая на напарников. «Тогда у нас нету больше никаких вариантов, кроме как продолбить дыру в стене твоей головой», с улыбкой сказал и Наджин, чувствуя, как пилюля начинает действовать. Всего спустя несколько секунд, команда почувствовала невероятный прилив чакры, а вместе с ним и невероятный прилив слабости, от того, что им катастрофически не хватало калорий. «Ладно, давайте освободим Чачу от печати, и выдвигаемся», сказал Митсуки и принялся за работу. «Ты чего орёшь?» съязвил Часовой, постукивая кийком по ладони, в знак напоминания своей силы. «Глухой что ли?» «Крысы тут, как я их убью без чакры!» Даже без оружия, дала она лёгкий намёк головорезу. «Да ты что, где же эти крысы? Что-то я не вижу», насмешливая чеканье он, подходя к решётке. Тут-то очаха его и поймала. Короткий, но чёткий удар о решётку Часовой вырубился, а может и убит, проверять его состояние она не стала. Освободившись от стальной клетки, Сара доступил за порог камеры, обыскивая тело преступника и попутно закрывая его внутри камеры. Теперь осталось достичь команды и освободить их. Осмотрев помещение, очаха заметила звук работающих вентиляционных шахт и свет ламп, который удачно просвечивал все пути в этой, как она решила, заброшенной фабрике. Куда же идти, блин? В узком проходе лишь было видно два пути, налево, направо. Решив не думать, а действовать, Сарада двинулась по правому туннелю, осторожно ступая ногами и прислушиваясь к любому шороху. Проблудив по закрученным ходам фабрики несколько минут, она вышла на складское помещение, на котором была огромная куча контейнеров. Решив немного осмотреться, Сарада присела в тени ящиков и искоса начала поглядывать на пустые углы, в поисках хоть каких-то ходов. Но неожиданно перед глазами брюнетки пролетело что-то знакомое. Присмотревшись к гравировке на ящиках, она заметила множество пометок деревни, тумана, камни, листа. Буквально за лишнюю пару секунд любопытства, Сарада попала в поток страшной, что самое главное, темной информации, той про которую знают даже не все джанины деревни, то даже некоторые анбу в неведении. Лишь один человек знает все секреты деревни у Зумаки Наруто седьмой Хакаги и ее эталон подражания, идеал, к которому она стремилась, мечта, которую она хотела овладеть. Все мысли столкнулись словно поезда на одних путях. Голова начала выть от боли и резкой усталости, что навалилось на нее словно какой-то мешок камней. Все начало утопать в алых красках, но печать, которую ей так и не удалось обезвредить, не позволяла активировать Шаринган, что и стало фатальной ошибкой. В долю секунды она почувствовала на своем горле привкус ледяного металла. Холодный пот несколькими каплями прошелся по спине вместе с тубуном мурашек. «Что же вы тут забыли, столь юная госпожа?» Отозвался противный голос позади нее, который играл, то ли пьяными нотками, то ли вожделением. Теперь по спине пробежал настоящий страх, неподдельный. От одной кривой мысли, хотелось закопать себя же в землю, подальше, поглубже. Сарада так и не посмела повернуться, оставаясь в ступоре и размышляя, что лучше сделать. «Ну чего же ты молчишь, моя хорь?» После этих слов, Учхо убедилась в намерениях этой сволчи и рванула, что он есть сил в противоположную сторону от него. «Стой, сука! Догоню же, потом такой тебе переполох устрою, ты охуешь у меня!» Звуки рыка не прекращались, как обешенный стук сердца Сарады. «Каплю чакры, прошу, лежакую каплю, умоляю!» В следующей мгновенье она даже не успела сообразить, чем ее сбили с ног, но ощутив лицом холодный бетон и пол, она поняла, что заработала знатный синяк от удара лицом. Ноги будто бы спутали какой-то плетью. Она не ошиблась, когда почувствовала кучу тонких, но крепких лесок, которые перепутывали ноги до маленьких порезов от давления. «Сволочь! Быстрей, прошу!» Все мольбы оказались четными, когда возле нее замаячил ее преследователь, с похабной улыбкой на полулица, который предвкушал победу и готовился к самой главной награде в своей игре – с добычей. Руки Сарады задрожали, глаза начали слезиться от мыслей о том, что может случиться, а это надвигалось к ней со своей коронной улыбкой, принимаясь распускать ремень. Тихий стук пальцев об деревянный стол играл на терпение каждого участника совета. Борутов впервые чувствовал, как на него пялиться столько людей. Наверное, этот момент занял бы первый потоп неприятных моментов блондина. Сначала он недоуменно стоял, думая, что все в зале утихли лишь из-за того, что кто-то потревожил их в важном деле, но, когда молчание всех глав продлилось больше нескольких секунд, он не на шутку запаниковал. «Здравствуйте», почти что шепотом прошептал он. Слуга, не дожидаясь указа Борута, двинулась в сторону Хиаши, дабы поскорее начать дело, на котором они остановились. «Что же, продолжим», сказал Наруто, отчего на душу Борута потеплело в ту же секунду, и он даже немного расслабился. «Что там с поставками стройматериалов для нового квартала инузука, киба? Все еще ждем, но почва уже готова к процессу. Спасибо, что побеспокоился, Наруто кивнул в ответ, все еще посматривая на своего сына. «Хиаши-сон, что по поводу вашего недавнего договора с той компанией, которая обеспечивала нас провизией последние несколько лет? Все уже в силе, Хакагидана», произнес Хиаши, будто бы напоминая всем присутствующим о таком слове как «почтение». Отчего киба недовольно цокнул языком. «Отлично, что же, как и просила Инна, разберемся с увеличением территории в южном секторе». Баруто был готов поклясться, как резко поменялась атмосфера внутри этой комнаты. «Да, мы бы могли увеличить сектор производства риса, чтобы быть менее зависимыми от других частных компаний, которые, к сожалению, зарабатывают с нас огромные деньги. Да, я думаю, идея неплохая. Вы не доверяете нашим партнерам Иннасан?» Неожиданно поднял голос Хиаши, всматриваясь в блондинку. «Дело не вдови, а зависимость от них, господин Хиаши, мы тратим огромные капиталы для поддержания договора с этой компанией, в то время как можем потратить наши деньги для создания собственного сектора по созданию продовольствия. Насколько я помню, у клана Яманака есть только цветочный магазин, который приносит им доход, это так». Голос Хиаши был твердым и четким. «Да, но какое это имеет дело?» Недоуменно покосилась Инна. «Вы сказали, наши деньги, но ваших денег здесь, к сожалению, не больше, чем в море пресной воды, по сравнению с потраченными капиталами клана Фабурами, инузуками, и, конечно же, Хьюга. Ваша идея по поводу автономии сектора продовольствия хороша, но чем мы будем кормить людей, если откажемся от контракта на пять лет, который я, кстати, подписал?» «Кровь Хиаши медленно закипала, это заметил и Барута. Он бы никогда не подумал, что такое возможно, но когда увидел собственными глазами, не мог поверить то, что это делает та самая Инна Яманука. Мы бы могли заключить сделки с более мелкими компаниями, и на более меньший срок, чтобы сбить монополизацию рынка и в то же время заняться постройкой собственной рисовой фермы. Так может, вы сами найдете финансы, которые нам придется оставить компании из-за договора, а потом уже и заключите свои контракты с компаниями». Съязвил Хиаши, начиная стучать пальцами по столу. «Если потребуется, я это сделаю», Инна закрепила за собой позицию, закончив спор с Хиаши. «Прошу вас, давайте не будем начинать, проведем между клановое голосование, по этому делу, а пока перерыв на десять минут». В ту же секунду Баруто почувствовал руки своих подопечных и звуки выдвигающихся стульчиков, которые значили, что никто не намерен впустую тратить перемену. С удивленным лицом, блондин двинулся к выходу, ожидая поучительного разговора с Хиаши, тем временем, как Наруто смотрел лишь на Инна, пытаясь правильно сформулировать слово для новости. «Что значит, пропал?» переспросил Сай, видя задачное лицо супруги. «То и значит», рявкнула она в ответ. «Какого хрена Наруто так долго молчал? Насколько долго?» «Также невозмутимо», спросил он. «Уже вторая неделя с их пропажа». Голос Ина дрожал, а руки уперлись в боки, будто отгораживая Ямануко от целого мира. «Знаю, через секунду в ее голове засияла идея, которую она повторила несколько раз. «Кахан?» «Он его найдет, точно». Инна, более оживленно обратился Сай. «Я бы не советовал. Он неуправляем. Мне плевать. Я хочу спасти сына и даже если мне нужно будет освободить цепного пса, я это сделаю. Черты б тебя побрали». Не слушая никаких упреков мужа, Инна отправилась к пыточной, где и проводил время тот самый номер два в деревне Листа. Переходя из уровня на уровень, Инна вскоре появилась на самом дне этого мрачного склепа, от которого у некоторых сводила мышца от страха. Посмотрев по сторонам, она решила не задерживаться здесь больше, чем ей потребуется и двинулась к самой дальней двери, где и отсиживал свой домашний арест ее родственник. Тусклый свет ламп мешал увидеть его полноценно, но через ширму она была готова поклясться, что заметила на его лице улыбку, словно тот смог отследить ее, не используя чакру. Огромные цепи, сковывающие его руки, ноги и даже шею пугали ее словно маленькую девочку. Инна никогда не видела такой угрозы после Четвертой мировой войны Шиноби. Несомненно, сила которой обладал Кахан была ей знакома. Тот же Наруто, Саски, они также обладали чудовищной силой, но, к счастью, они не обнажали свои клыки на каждого встречного. Какая неожиданная встреча, Инна Дону! Галантно обратился он, выдавая свое, глубочайшее, почтение и обрывая поток мыслей Инна. Инна застыла в шоке, даже в таком положении он считал себя выше всех. Дьявольская улыбка показалась на его лице, прикрытая отрошей блондинистой челкой, которая спадала ему на лицо. Ты хочешь выйти отсюда раньше срока? Перешла она сразу к делу. Смотря что за дело ждет тень Яманука, ответил он в полтона, не спеша, надавливая на терпение собеседницы. Клан Яманука нуждается в тебе, если ты выполнишь дело, то все твои действия в клане будут прощены, и твой статус будет поновлен. Кахан не на шутку заинтересовался. Ладно там грешки, но вот статус военного командира клана, это и правда стоило бы усилий. Вот только, чего эта женщина хочет? Что вам нужно? Более оживленно спросил он, поднимая голову и позволяя своим голубым глазам заглянуть за ширму, из-за чего она инстинктивно отвернулась. Я хочу, чтобы ты спас моего сына. Две недели назад он пропал на миссии по передаче «Свитка деревни песка». Как только Инна сказала о случившемся, Кахан криво улыбнулся, что к счастью, сумел скрыть, иначе, скорее всего, и остался бы в пыточной навеки вечной. Я нужен клану. Так вы сказали. Выходит, ваш сын и есть клан? Он будущий глава, ты обязан его чтить и уважать, уяснил. Прыснула ядом Яманука. Ладно, раз уж вам так нужна моя сила, я готов ее вам дать. А теперь освободите меня от моих же цепей. Злорадная улыбка на лице исчезла, а на смену ее пришло четкое зрение и осуществление своих планов. Живое журчание воды всегда сбрасывало с плечи Ханаби тяжесть. Этот раз не стал иным. Солнце, которое ярко светило, прохладный ветерок и спокойный шум реки, которая текла каждый день, не останавливаясь ни на секунду. Игривые зайчики бегали по речке, отблескивая по ней своей золотистой чешуей, а Ханаби молча наблюдала, наблюдала и даже не ощущала стойкого присутствия другого человека. Стоя возле девушки несколько минут, Барута наконец решил поздороваться. Здравствуйте, госпожа Ханаби, как-то слишком неожиданно для нее, послышался чужой голос рядом. Вам нравится река? Поинтересовался он, слыша повторный, пустой ответ. Ханаби молча наблюдала за Узумаки, думая, что если будет молчать, то он просто сдастся и уйдет, но она не знала, что сегодня он был настроен сильнее, чем обычно. Мне очень хотелось бы увидеть, с каким беспристрастным лицом вы меня игнорируете. Не судьба, коротко дала отчет Ханаби, видя мелькнувшую улыбку на лице блондина, который радовался своей победе. Мелькнувшая радость на лице Барута разодорила девушку, из-за чего она решила поиграть с ним еще немного, но на этот раз стойко держа рот на замке. Возможно и так, но для вашего общества мне вполне хватит и ушей. Честно говоря, все эти уроки с вашим отцом, мягко говоря, утомительный, стой спиной к нему, Хьюго не видела его лица, но отчетливо представила кислую рожу и печальный вздох в душе. Я даже уже общаюсь почти как Хьюго, Ханаби мысленно ухмыльнулась, представляя, как этого паренька Хиаши подомнит под себя. Я так понимаю, вы не настроены на легкие разговоры. В этот момент она окончательно решила улизнуть от него и начала медленно обходить его, оставляя позади. Честно говоря, я тоже не любитель ходить вокруг да около, так что давай перейдем к делу. Ханаби, более настоящий голос заиграл из его души, а рука быстро схватила девушку за запястье, тем самым опешивая ее от удивления. Ты что о себе возомнил? Хлесткий удар по лицу стал четким доказательством ее злости, и красный след на полу лица остался подарком юному обидчику. Ханаби, я не намерен ложиться под твоего отца, а ты не намерена ложиться под меня и вместе с этим под него, так что давай поговорим о том, как нам выйти из этой грибаной ситуации. Хьюго пересмотрела на него с испугом, будто бы видя что-то страшное внутри него. Активированный Бьякуган говорил о том, что это никакой ни клон и ни техника, а значит это никакая ни уловка, к которым она привыкла за свои 17 лет жизни с отцом. О чем ты? Давайте не будем строить невинных. Я не хочу быть его подстилкой для его связи с отцом, а ты не хочешь быть его инструментом, четко перебил Барута, все так же удерживая ее возле себя, но уже не чувствуя сопротивления. Ханаби застыла, то ли от неожиданности, то ли от страха. Глаза моментально деактивировались и округлились от удивления, в голове прошелся целый рой мыслей, и никакая не давала ей спокойствия. Барута ждал, терпеливо и трепетно, словно боялся сорвать с крючка свою первую рыбу. Ханаби еще минуту стояла молча, рассматривая его лицо, наполовину вскрытое под кучкой бинтов, пока Барута не решил прервать их игры в молчанке. Не знаю, почему ты молчишь, но я не намерен оставлять все как есть и исправлю все, что творится внутри деревни. Сам или с тобой, меня это не волнует. У меня и так слишком много проблем, чтобы заботиться еще и о тебе. Хочешь получить то, что заслужила? Помоги мне исправить деревню. И что же я заслужила? В этот раз, как-то неожиданно для него произнесла Ханаби. Клан. В голове пронесся поток мыслей, а в надежде стояло лишь одно слово. Она уже знала ответ, но ждала, заветно надеясь на того, кого ненавидела за то, что он такой же, как и она. Точнее она так считала, пока он не показал себя настоящим перед ней. Хьюга. Зачем тебе это все? С опаской спросила Ханаби, стараясь откинуть все мысли о давнейшеме. мечте. Да потому что я Шанаби, я должен разгребать дерьмо своей деревни, каким бы оно ни было. Хьюга была готова поклясться, как за слоем повязок у него горят глаза этим идеалам деревни, который был и у его отца. Теперь она точно видела в нем нынешнего Хакаги, точная копия отца. Тебя тоже заставили сделать это. В отличие от тебя, я не мирюсь со всеми проблемами, а решаю их. То, что я сейчас стою здесь в этом убогом наряде, это лишь мой выбор. Потому что только так я могу помочь деревне в ее проблемах и плевать я хотел на то, что об этом могут подумать другие. Голос Узумаки начал дрожать, а рука сдавила запястье девушки до такой степени, что Ханаби застонала от боли и начала выдергивать свою руку из его хватки. Отпусти, чтоб тебя. Высвободив свою руку, Ханаби внимательно и более спокойно посмотрела на Барута, стараясь собрать все мысли в кучу. А ты думал, что будет если ты ошибся. Вдруг я вовсе не беспокоюсь за свое положение. Вдруг отец узнает о твоих намерениях. Блеф. Это было лучшим вариантом из всех, Ханаби считал важным узнать то, насколько сильно он готов взойти дальше, в схватке с таким человеком как Хиаши Хьюга. Я слепый инвалид. Плевать я хотел на свое будущее, особенно теперь. Если Хиаши решит меня казнить без ведомости отца, то скорее всего умрет, но если это его не остановит, то я по крайней мере и получу то, чего хочу, прыснул Блондин, стараясь унять дрожь в голосе и руках. Тогда зачем тебе я? Ты сказал, что и сам можешь и совсем разобраться, в голосе была явная насмешка, отчего Барута даже улыбнулся, понимая, насколько сложно им будет найти общий язык. Потому что уж таким я уродился, помогая всем обездоленным обиженным на жизнь людям, огрызнулся Барута, чувствуя, как лоб покрывается испаренной, а руки сами тянутся к прохладной реке. Нет, я все равно не верю в то, что это твой единственный стимул к действиям, честно процедила Ханаби, молча смотря, как тот приходит в себя. Да, у меня есть еще один стимул, но его тебе знать незачем, пока ты не согласишься, а теперь мне пора возвращаться к твоему отцу, иначе он начнет что-то подозревать. Мой отец уже тебя подозревает, честно выплела Ханаби. Значит, он не глуп. Если захочешь поговорить о моем предложении, я каждый день буду выходить в это время к берегу реки. Барута постарался как можно скорее уйти, как вдруг почувствовал руку Ханаби на своем запястье, тем самым представляя, как они поменялись ролями. Подожди, тихо сказал Хьюга. Я хочу заключить с тобой договор. Слушай, только быстрей, ходом выплел изумуки. Наш брак будет фиктивным, между нами не будет никаких обязанностей кроме общей цели в виде смены власти Хьюга. И наконец, после того как я стану главой, наш брак исчезнет словно сон, я лишу тебя статуса Хьюги, Барута напрягся, пытаясь выудить все замыслы из ее головы, но время слишком сильно поджимало, из-за чего он, не обдумав, согласился. Жестокая жива девушка, Ханабисон, с улыбкой сказал Барута. Это из-за того, что ты мой будущий муж, еще более угрожающе улыбнулась она, будто бы считая, что он ее видит. Искренне сочувствую вашей второй половинке, посмеиваясь добавил он, потирая свой затылок из-за глупой привычки. Ханаби от смеха прикрыла на секунду глаза, умиляясь с его детского вида, после чего ответила «Нету у меня ее, малыш, но след Узумаки уже исчез в пучине пыли, которую тот оставил за собой». Ханаби осталась возле реки, пытаясь собраться с мыслями и обдумать все, что только что случилось. Узумаки Барута определенно интересный человек, только Ханаби поняла это лишь сейчас. Посмотрев на свою руку, на которой Барута успела оставить отметину, Ханаби мысленно выругала его, понимая, насколько силен он оказался для своих лет. Несколько недель назад пустые больничные коридоры казались для Химата слишком странным явлением, особенно в скрытой деревне, которая являлась боевым потенциалом страны. Сегодняшнее утро не обошлось без чуда, оставляя странные впечатления за глазами бывших Хьюги, после увиденных делая неразбериху даже для самой Химаты. Все происходит слишком быстро, особенно все плохое. Что же может быть хуже травмы сына и столь скорого ухода из-под материнского крыла, под которым она его охраняла всю свою жизнь? Неужели даже это место стало для Барута таким небезопасным, что он просто решил согласиться на предложение Нарута и даже стать шпионом? Если, конечно, так можно выразиться. Знание того, как Хиаше занимался ее воспитанием, не дарило теплых ощущений того, как он вероятнее всего будет перевоспитывать Барута. На плече так и сидел нахальный черт, который навевал пагубные мысли на голову Хинаты, отчего ей иногда снились кошмары, из-за которых она уже успела пару раз попросить Нарута пересмотреть эту миссию и забрать Барута назад. Наверное, стоило бы сделать глоток свежего воздуха, а не чахнуть на одном месте, пока Сакура и Барута отправились делать дополнительные обследования. Но не успела она нормально пожалеть об этом, как в коридоре замаячил силуэт розовой копки волос, отчего Хината сразу же перевела взгляд из стены на Сакуру, которая смело и уверенно шагала под руку с Барута. Увидев, как подруга поддерживает ее сына за руку, Хината немного расстроилась и позавидовала, вспоминая, как Барута отказывался от ее помощи в точно таком же деле, но даже и не допустила мысль о том, что больница, как никак неизведанная территория для Барута. Ну что, как там анализы? Сразу же начало Хината, вставая с кресла. Ну анализы мы сдали, осталось ждать, а пока, Барута, постарайся не использовать слишком часто чакру, я не уверена, что эта проблема не может быть связана с ней, так что лучше перестраховаться, четко очеканила Учиха, хлопая блондина по плечу и улыбаясь Хинате, отчего у нее даже приподнялись уголки губ, от позитивного настроя Сакуры. И самое главное, Барута, помни, что мы тебя вылечим, хорошо. Обязательно, Сакурасан. Весело крикнул Барута, будто бы снова превращаясь в того мальчишку, который только выпустился из Академии. Спасибо тебе, Сакура, искренне поблагодарила ее Хината, и взяв Барута за руку, в этот раз не спрашивая его, пошла в сторону лестницы. Осень медленно шла, и первые холодные дни уже побывали в деревне Листа, заставляя ее жителей одеваться потеплее. К счастью, сегодняшний день же одарил небо солнцем, а землю теплым, отчего по улицам деревни сновь живо заиграла жизнь. Мам, мне кажется все слишком плохо. Ты о чем? недоуменно спросила его она. В голове сразу породилось миллион мыслей на его слова. Хьюго, глаза, внутренние проблемы. Хина-то явно была сбита с толку. Я про Хиаши, понятнее выразился Барута, немного приглушив голос. Все идет тяжело и мне даже почти не удается времени, чтобы с ним побеседовать. А, вот про что ты. Ну, это неудивительно, он слишком печется про клан, и это нельзя засудить, все-таки он к нему очень сильно привязан. Тогда почему я вообще там? Поинтересовался Барута в ответ. Он слишком самоуверенный человек, и скорее всего думает, что у него хватит сил, чтобы обладать тобой как игрушкой. Объяснила Хина-то, все еще сжимая руку Барута и медленно следуя в сторону родного квартала. Но все же, если не выйдет, да, он азартный игрок, и то, что он пошел ва-банк, неудивительно, голос матери был четким, но в то же время настолько тихим, что никто из окружающих людей не мог их услышать в априарии. Опыт работы Шиноби явно давался в знаке. Я не уверен, но мне кажется, что между Хиаши и его дочерью есть кое-какие конфликты, думая, что это может сработать нам на помощь. Барута попытался повторить голос матери, но в итоге пришлось повторять, но уже в более высоком тоне. Вот оно как. Барута, мы уже подходим к кварталу, значит разговоров достаточно, но отвечая на твой вопрос, хочу сказать тебе, чтобы ты помнил. Хинота остановила сына и взяла его за плечи, после чего прошептала, квартал Хьюга, опасное и жестокое место для тех, кто является там таким бевельмом на глазу, как ты. И сам, ты вряд ли сможешь там выжить, даже с нашей помощью. Ссора Ханаби и Хиаши может стать для тебя спасением. Что ты имеешь в виду, мама? Недоверчиво переспросил Узумаки, боясь услышать что-то запретное и даже опасное. Попытайся подружиться с Ханаби, делай что хочешь, но союзники тебе в этой миссии будут нужны как никогда. Баруто понял, что его секундная мысль о чем-то ужасном и опасном не просто подтвердилась, а даже увеличилась по своим целям раза в два. Разговор с дочерью главы клана так и остался для него пока гиблым делом. Тихий шелест листва гипнотизирует, дурманит. Кахан пролетал десятки деревьев одни за другими, пока не напоролся на самый настоящий сук, в виде неожиданной засады, которая застала его врасплох, что за нахер. Прошипел он сам себе, вытягивая свой тент и готовясь к ближнему бою. Неожиданно для него, на него вылетела настоящая глыба земли, грозясь придавить собственным весом. Кахан резко присел, готовясь увернуться от атаки, но неожиданно из-за самой глыбы выскочил силуэт убийцы, который уже заносил кунной, целясь в шею Яманока. Селены умен, но этого мало. Кахан молниеносно уклонился от атаки глыбы и выставил клинок вперед, защищаясь от нукини. Рассмотрев повязку он убедился, что это шиноби, и не простой, а шиноби листа. Резкий удар заставил Яманока отшатнуться и исчезнуть в облачке дыма. Клон. Пронеслось в голове Киото, но уже было поздно, Тэнто приставленный к горлу говорил о точном поражении. Единственное, что ввелось в голове Уннера, это то, кто этот чертов человек. Успокойся, парень, я на твоей стороне, произнес Яманока, скидывая свою фарфоровую маску и бросая немного поудаль Киото. Тэнто исчезла так же быстро, как и появилась у шеи, а голос, который слышал Киото, напомнил ему о том, что самоуверенность бывает слишком дорогой для жизни. Ты же Кахан Яманока. Обратился Киото, сдерживая незаметную дрожь голоса от встречи с грозным противником из деревни Листа. Я, выходит, известен? Неожиданно, но приятно, признался Яманока, лукаво улыбаясь. Что за миссия? Спасение отряда двух чунинов. А, вот о ком говорила госпожа Инна, ясно. Приятно поработать, застыл Кахан, ожидая услышать имя Киото Нора. Вай, новенький так сразу варанг. Удивился Кахан, зная мягкосердечность нынешнего Хакаги. Обстоятельства, ничего более, коротко ответил Киото, словно давая отчет. Ясно. Что же, приятно поработать в паре, Киото, меня ты знаешь, а значит приступим к делу. Уйди, ублюдок, закричала Сарада, брыкаясь под весом здоровяка. Успокойся, дура, тебе понравится, мужик облизнулся, начиная стягивать штаны, на что в ответ Сарада зарядила ему пяткой промеж ног, отчего тут скрючился напополам и завизжал, как раненая дичь. Сарада быстро поднялась на ноги и что он есть силы начала бежать обратно к входу, из которого она вышла, но тут неожиданно появился еще один силуэт, который протаранил ее и совсем возможной силой, отчего картинка в глазах померкла, а в голове и ушах появился странный звон, от которого хотелось выбливать все содержимое желудка. В следующий момент, когда Сарада смогла открыть глаза и осознать четкость картинки, то перед ней уже нависала пара мужиков, крепко удерживая руки над головой и пристраиваясь ближе между ног. Следующее мгновение показалось у Чихи сном. Она вспомнила всех, кого знала и ценила. Первый к ней вторгся образ мамы, которая по-матерински улыбалась и тыкала ее в лоб пальцами, отчего на лице Сарады был вечный румянец. После, образ отца, с которым она тренировалась у водопада для освоения техники тысячи птиц и его мелькавшая улыбка, когда она справлялась хорошо. Все пролетело у глаз ровно за секунду, каждый образ каждого знакомого. Учиха почувствовала себя на краю пропасти, куда уверенно скатывалась, не имея сил вскарабкаться вверх. И перед самым ужасным моментом в ее жизни, перед тем, как полный похоть и взгляд разорвет ее цепа и шорты, перед ее глазами появился образ ее, наверное, самого близкого друга, а может и не друга вовсе. Барута возник перед ней темным силуэтом, но далеко не тем улыбчивым и жизнерадостным Мизумаке, которым он был всю свою сознательную жизнь. Уже сломанным, раненым и опустошенным. Никто не знал почему, но после той ночи в пещере он не сказал и слова, сидел сам, скорее всего думал, пытался переварить, принять, зачем же принимать? Дома есть лучший медик из всех, ее мама точно поможет ему, исправит все, что произошло тогда. Так ведь? Сарада убеждала себя все время в этом, Барута излечится, вернется в стрелькоманды, будет вместе с ними, вместе с ней. Хотела ли Сарада этого? Безумно. Знала ли она, куда может завести эта надежда? Нет. Сейчас, она почти голая, лежала перед двумя извращенцами, перед глазами так и проскакивали моменты, где он не так свойственен для его манеры, упрекал ее и корил за глупость. Все-таки это ее роль, поучать болбеса по имени Барута. Барута! Взмолилась Учиха, слышал смех тех ублюдков. Все тело задрожало от страха. Хотелось забиться в угол, подальше от всех, остаться самой, принять все то, что случится в следующую секунду. Теперь она поняла, почему Барута тогда был один, и как бы тогда она его и не упрекала, но сейчас она признала его правоту и свою ошибку. Дает ли Бог шанс тем, кто исповедался? Возможно. Верил Учиха в Бога? Никогда. Громкий смех умолк так же внезапно, как и появившаяся боль от синяка на лице. Следом перерезанная глотка ублюдка и вся одежда Сарады была в кровавом месиве. Второй же даже не успел осознать, что случилось, как вдруг лишился своей тупой головы. Перед Учихой появился шина без протектором и жилетом листа. Темные густые волосы прикрывали часть лица, не давая ей рассмотреть глаза, но отчего-то Сарада была уверена в том, что это был убийственный взгляд, полный огня и жажды разорвать что-то, или коготов к лучи. Такой взгляд она видела нечасто, но почему-то в голове появилась мысль о миссии в песке, где Барута впервые почувствовал настоящую жестокость со стороны людей. Он тогда смотрел на нее точно так же, будто бы презирая, хоть и понимал, что Сарада права, и тем людям уже не помочь. Долго же он тогда на нее злился. Неожиданный голос незнакомца вывел Сараду из мыслей вокруг нее в порядке. Голос не был знакомым, но он оказался довольно приятным для слуха, тихим, мягким, словно боялся потревожить добычу, и из-за этого увлекал ее в свою мелодию голоса. У отца почти такой же. Пронеслось у нее в голове. Печати. Единственное, что ответила она, демонстративно вытягивая руки, на которых виднелись следы фуэндицу. «Исправим», — произнес Кето, нежно перехватывая руку Сарады и начиная вливать в нее свою чакру. «Я Кето Нора. Миссии по спасению. Я поняла, устала», — сказала Сарада, смотря куда-то в сторону и думая о том, как она только что сдалась. «Твои товарищи в безопасных руках, за них не волнуйся», — захотелось как-то приободрить девчонку, но из-за неопытности в общении с противоположным полом, даже он понял, что выходит крайне скудно. Наверное, все-таки стоило взять те уроки общения, что в шутку советовала ему сестра. «Спасибо», — прозвучал ее ответ, но уже более живо, как будто сама мысль Кето о сестре отразилась положительно на настроении Сарады, из-за чего парень подумал, что, возможно, стоит познакомить их. Хотя бы мысль о том, что ребята в целости и сохранности доставляла некое спокойствие. Все-таки, именно ради них, Сарада пошла на все это. Маленькие силуэты вблизи ворот появились также неожиданно, как и новость о том, что отряд двух чунинов удалось спасти в целости и сохранности. И вот, к воротам спустя четыре дня после новости, подходил отряд, медиков моментально оповестили. За несколько минут вдаль виднелся приближающийся отряд медиков, во главенстве с самой Сакурычхо. Еще немного поудаль, виднелся силуэт из блондинистых волос, который улыбался во все свои зубы, счастливой возвращению молодого поколения. Сарада осмотрела ворота деревни, и почему-то появилось странное чувство пустоты вокруг. Она не могла понять, почему все так сильно давило на нее, будто готовая обрушиться на нее вмиг. Не слышался даже голос вечно надоедливого Барута. Барута, точно, его же не было с нами, не было. Пролетела мысль Учхо словно память о сладком сне. Сарада выругалась себе под нос, еле слышно, но достаточно, чтобы шедший позади нее и Наджин услышал ее ругательство. Он думал, что Учхо лучше побыть одной, отдохнуть от всего этого, не хотел навязывать разговор, наверное, он и сам хотел отдохнуть от всего этого, поэтому и искал повод для молчания, но совесть нервно отгрызла его, заставляя прокручивать в голове то, как он сейчас задаст ей глупый вопрос. Выругавшись точно так же, как и Сарада, и Наджин сделал большой шаг, ровняя Сучхо, и начиная первым, «Ты как?» Сарада не ответила. И Наджин не сдался и переспросил еще раз. «Сарада, все хорошо». Ответа так и не последовало, но, наверное, он не надеялся на него. Все-таки заметил, как ее глаза пусто рассматривали ворота деревни, уносясь куда-то вдаль, подальше от всего этого, наверное, для долгожданного отдыха, думал он. Сарада мельком осмотрелась по сторонам, и заметила, как уголки губы Наджина приподнялись, ласково улыбаясь. Сначала она не поняла, из-за чего он так радуется, но посмотрев в ту же сторону, поняла тетина со всей свитой Яманука, человек таки из десяти, приближалась к воротам деревни с самым что ни на есть грозным видом. Сарада была готова поспорить, что эта грозная женщина не подпустит к своему сыну даже ее мать, сама будет залечивать его раны. От этой мысли и правда стоило улыбнуться. На лице Учиха проскользнула та же улыбка, что и у Наджина. «Она такая», — сказал парень в пустоту, но Сарада четко поняла, что он видел ее улыбку. Нет, он четко увидел ее мысли. Яманука четко увидел ее мысли. Осознание этого немного пугало. Неужели блондина способна залезть в голову и без печатей? Сарада уже было хотела переспросить, как вдруг и Наджин добавил, «У тебя на лице все написано», добавив свою фирменную мягкую улыбку. И Сарада улыбнулась в ответ так же, как когда-то улыбалась Барута. Сарада мысленно поблагодарила парня за такой легкий, но нужный разговор, и уже с более искренней и чистой улыбкой зашагала к матери. Единственное, что ее беспокоило, это скрывшиеся из виду Шиноби, которые спасли их. «Как они?» — спросил Наруто, смотря на юношу. «В целости и сохранности», — ответил Кето, ожидая пока его отпустят. «Были помехи во время миссии». Добавил он спустя пару секунд. «Нет», — лживо ответил Кето, помни слово Кахана во время их ночного разговора. Свет лунного диска привлекал внимание Кето, пока остальная часть отряда спокойно спала. Стук дроздо отвлек внимание Кето от Луны, и он повернулся в сторону костра, где и отдыхал весь отряд. Почему-то взгляд он на разохватил именно лежащая на спине Учхо. Странно видеть такую слабую девушку с гербом такого могучего клана. Воистину странно. Довольно в раннем возрасте Кето узнал, что такое насилие, тогда еще была разруха после Четвертой мировой войны Шиноби. Он видел, как над одной девчушкой с какой-то богом забытой деревней измывались четыре мужика. Наверное, тогда он впервые узнал, что такое настоящее насилие и зло, Кето и хотел было бы помешать, но габариты этих амбалов точно перебили бы его, и так смешные умные бои, на то время. Сейчас то, мать его точно не простила бы, если узнала, что он не помешал бы тем болванам поизмываться на дучхо. Хотя, могут ли вообще мертвецы что-то узнать? Некоторые говорили, что да. И Кето верил, все же, буквально весь мир гудел о воскресших Шиноби даже спустя года после войны. Каждый вспоминал их, некоторые со слезами горя, некоторые со слезами радости, рассказывали других, как они храбро сражались бок о бок. Вот только во вторые сказки он не верил, он четко знал, по истории воскрешенные Шиноби были против Альянса и это даже не подвергалось сомнению. Поэтому он считал, что они сражались бок о бок во снах, там, где реальность такая, которую сам можешь построить и жить там с полной улыбкой, даже когда плачешь. Странный свист отвлек Кето от мыслей, которые трепетали в его голове словно искры костра, в котором так отчаянно глядел, словно выискивал в нем какую-то истину. Пламя играло в глазах молодого парня и плескалось словно свет солнца, где-то там, на краю бездны, которая безжалостно поглощала каждый луч, сверкающий сиянием. Кахан не мог не заглядеться в эти глаза, тогда они ему казались чем-то бесконечным, чем-то, что способно заворожить посильнее Шарингона, чем-то, что хочешь себе от всей души, искренне, словно маленький ребенок, который хоть и не понимал, но хотел, и желание его было белоснежным, словно снег. «Киото», окликнул его знакомый голос. Слабая тревога закралась в него, словно напуганный зверь, а руки покрепче сжались, дабы не дрожать. «Отойдем!» «Дело есть, иду!» Отозвался Киото и медленно поднялся со ствола трухлявого дерева, которое служило крепкой опорой для спины. Тем временем силуэт Кахана окончательно растворился в ночной мгле. Отойдя подальше от лагеря, Онра присмотрелся к треснувшему дереву, ветви которого склонились к земле, а ветер заставлял его скрипеть, отдавая будто бы последние вздохи своей жизни. Отчего-то Киото стало страшно, в душу закралась странная эмоция, которая почти всегда была приглушена. Это его не на шутку волновало. «Видишь это дерево?» Подал Яниману ка у него за спиной. Киото не посмел обернуться, ноги сковывал дикий страх, который просачивался все выше и выше. «Это будет с тобой, если только Хакаги узнает, что я вам помог. Моей целью был лишь отпроск Яманака, но эти молокососы вылезли сами к счастью. Так что я надеюсь на твое молчание. Не хочу терять такого хорошего знакомого, каким ты мне показался при нашем сотрудничестве». Страх улетучился так же внезапно, как и умолк Кахан. Обернувшись, за спиной уже никого не наблюдалось, точно так же, как и разорванного дерева пополам. «Что за хрень?» Вернувшись к трухлому дереву, Киато устало присел, начиная обдумывать все, что с ним произошло за эти пару недель. Усталость накатилась новой силой, словно бы он и вовсе не спал несколько суток. Наконец, собравшись с духом, Киато поднял небольшой камешек и швырнул его сарада. Камень угодил в ногу, но, к счастью, лишь проехался по коже, даже не зацепив ее. «Не нужно, я посижу вместо нее», огласил Митсуки. «Как хочешь», ответил Киато и резко провалился в поток блаженного удовольствия, чувствуя, как мышцы расслабляются, а взгляд блаженно плыл в пучину темноты. Тихий отблизь к речной воде играл бликами на белоснежных бинтах борота. Хиаши спокойно сидел в тени дерева и наблюдал за работой Узумаки вместе с дочерью, пока блондин пугался каждой живности, которая ползала в сырой земле. «Зачем?» «Ты же говорил, что он никогда не станет частью клана», тихо шепнула брюнетка, посматривая на борота, надеясь, что он не услышал ее. «Да потому, что он слишком напряжен. Я думаю, он о чем-то догадывается, ну или папаша успел настроить его. Я не думал, что это будет настолько проблемно, а ведь ему всего двенадцать. Четырнадцать». Поправила его Ханаби, переводя взгляд на отца и понимая, что он переживает. «Только не говори, что...» «Нет, шутишь. Я что-то придумаю, так или иначе я справлюсь, будь уверена в этом», твердо заявил Хиаши, уходя из тени дерева в дом, видимо пытаясь ускользнуть от неудобного разговора с Ханаби, как она сама подумала. Перед глазами девушки остался лишь борота и служанка, которая вежливо помогала ему вырыть юмку для ростка руками. Посмотрев в сторону дома, она не заметила Хиаши и решила присоединиться к грязной работе, блондина. Тихо подойдя, она взглядом окликнула служанку, намекая, чтобы та удалилась. Послушно исполнив приказ, молодая Хьюга поклонилась и ушла в сторону дома, оставляя борота и Ханаби наедине. «Знаешь, зачем существует этот обычай в клане?» Первый начинает диалог Ханаби, пытаясь скоротать время попутно разгребая землю. «Мама что-то говорила про новый дом, корни, но я ее не слушал. Очень даже зря. Рассказать?» спросила она, не дожидаясь ответа. «Хотя я все равно ведь расскажу». Смело шепнула Ханаби, вникая в реакцию борота. «Ну же, мне все равно интересно послушать твой голос», более тихо сказал борота, не отвлекаясь от работы. «Вся причина состоит в том, что клан Хьюга тесно связан с природой. Даже наш квартал более жив, чем вся остальная деревня, если ты заметил. И чтобы ужиться в новом доме мы садим небольшое растение, которое ближе всего к нашей душе. Ну и если оно приживется, все хорошо, если нет, все плохо. И что же, если мой росток не приживется, что-то случится со мной?» спросил борота, поднимая лицо напротив Ханаби. «Не знаю, каждый садит свой росток в саду, они там всегда приживаются». «А?» «Можно было садить в саду?» Глупый вопрос со стороны парня заставил Хьюгора смеяться, из-за чего даже он сам выдал небольшую улыбку. «Я не знаю, что будет с ростком здесь, но надеюсь, что все будет в порядке». «Так ты мне уже не так желаешь смерти», сладко пропел изумуки. «Не играй с огнем, мальчик, я сегодня довольно спокойно, радуйся», с наигранной вспыльчивостью шикнула Ханаби, после чего мягко взяла росток, вкладывая его в юмку и полив немного водой начала засыпать с землей. «Ты можешь обещать мне место главы?» обнадеженно шепотом спросила Ханаби, присматриваясь по сторонам. «Лишь в случае удачи нашего плана. Я не думаю, что сейчас подходящее место для разговоров, Ханаби». Шепотом сказал Барута, потирая руки. «Ясно, тогда твой росток Арканума обязан прижиться и вырасти в красивый цветок», спокойно сказала Ханаби, удаляясь в дом. Тихий звук постукивающих часов говорил о долгом молчании внутри кабинета. Никто не осмеливался повторно поднять голос, но Сакуре было достаточно и пройтись по своей дочери взглядом, чтобы понять о присутствии какой-то проблемы у дочери. «Как ты?» Многозначительный взгляд задавал вопросов, куда больше, чем сам вопрос, но Сарада твердо молчала, высматривая что-то в окне. «Сарада, что такое?» Подала она спустя мгновенье, поворачиваясь в сторону Сакуры и смотря тем же взглядом на лицо матери. «Что случилось на миссии?» Раздраженный голос много, о чем говорил, и скорее всего Чеха задала этот вопрос уже не первый раз, решила Сарада. «Ты же знаешь, что все в порядке, для Сарада разговор явно был лишний, но Сакура не собиралась сдаваться. почему ты не хочешь об этом поговорить?» Голос женщины смягчился и даже стал несколько теплым, что Сарада вспомнила времена Академии, когда в глазах все выглядело ярким, светлым и теплым. «Мам!» Уставший голос Сарады просил лишь об одном, но глаза впились своим взглядом будто ожидача готова еще. «Есть свежие новости в деревне?» Ну, многозначительная пауза Сакуры не на шутку заинтересовала Сараду, и Сакура была готова поклясться, что лицо Сарады посветлело от интереса. «Если тебе интересно выслушать плетни моих пациентов и медсестер, то тут я тебе могу запросто угодить». Лицо Сакуры посветлело от ее девической улыбки. Взрослая женщина, а улыбается как ребенок, Сарада не могла понять логику этого явления, но и вряд ли пыталась. «Ты знаешь, что меня интересует?» «Мам!» недовольно буркнула младшая очиха кося взгляд обратно в сторону окна. «Хм!» недовольное лицо Сакуры говорило лишь об одном она не хочет поднимать эту тему, но Сарада не знала почему, может она слишком предана своей работе и не может разглашать информацию о пациентах, или попросту не хочет заставлять ее волноваться. Он весьма в порядке. Спокойно вечерний воздух теребил волосы Барута, щекоча лицо. Вечерний воздух поместья Хьюга был совсем иным. Ханаби оказалась невероятно права, когда говорила о свежести этого места. Барута казалось, что такого легкого и приятного воздуха не может быть вообще. Запах весенних цветов, немного сырой земли и сладкого меда, меда. Что-то потревожило Барута и заставило использовать чакру для обнаружения шпиона. «Тише, тише, малец, я всего лишь отдохнуть от назойливых глаз отца», первой обратилась Ханаби, обвинительно поднимая руки, хоть через секунду поняла, какую глупость сделала перед слепым человеком и опустила их, решив не упоминать глупые шутки. «Прости, держать вечно технику сенсорики не могу. Неужели сил не хватает? Ну, будем считать так». «Привет, Барута, пришли результаты исследований», смело объявила Сакура, будто зная их заранее, что смутила Барута. «Уже смотрели?» «Ну что ты, я хоть и главный врач деревни, но даже у меня есть определенные границы в этом деле, так что считай, что я с тобой вместе пойму причину твоей болезни». Голос Учиха казался ровным и даже твердым. «Теперь Барута был уверен в том, что ее принципи она ставит выше многого. Тогда открывайте, я готов», подытожил блондин, сидя на кушетке и вздыхая от волнения. «Так-с, посмотрим». Волнение Барута тянулось все время, минута, две, три. Волнение начало захлестывать его с головой, и хотел он уже спросить у нее первым, как Сакура наконец произнесла Барута. «Не дрожи, ни волнения, ни даже твердости в этом слове не было. Казалось, что тут лишь сожаление. Суть твоей болезни находиться на более глубоком уровне, чем мы ожидали. Не томите, Сакура-сан, устал», сказал блондин, ложась на кушетку, как на собственную постель. Словом, суть твоей болезни исходит из того, что яд, которым Юрий отравил тебя, имел необычную структуру. Эта структура заставила мутировать твои клетки для того, чтобы адаптироваться к нему, но взамен на это структуру вещество изменилось и вогнулось в твои клетки, заставляя их мутировать для адаптации с ядом. Яд прижился. И что же теперь этот яд у себя представляет? Взволнованно спросил Барута. «Я?» Барута, я впервые сталкиваюсь с данным явлением. Я не знаю, как работает это вещество, но как ты знаешь, чакра формируется из физической и духовной энергии. Вы хотите сказать, что это? Испуганный голос Барута заставил Сакру поежиться от услышанного голоса парня. Это вещество вырабатывает неизвестную нам чакру, как только ты пытаешься манипулировать своей чакрой в области мозга и глаз. Я не знаю, почему, но сначала хочу сказать, что у этой особенности две стороны медали. Эта чакра в разы сильнее твоей собственной, она плотнее и тяжелее. Схожую чакру я встречала лишь при обследовании телефона высокоранговых джанинов. Даже у Конохамара не такая плотная чакра, как эта. Внимание Барута казалось было приковано не к Сакуре, а к полу, на который тот так усердно пялился. Хотите сказать, что, ослепнув я получил что-то вроде второго источника чакры? Думаю, да, но, Барута, для сильной чакры нужно сильное тело. Как я говорила, у этой особенности две стороны медали. Я сам себя разрушаю, используя чакру, подытожил он, делая глубокий вдох. Да, на несколько минут в кабинете повисло неловкое молчание. Сакура молчала видимо от того, что не имела больше слов и мыслей, как можно было бы подбодрить парня, а Барута видимо размышляя о том, что же это дает. А если я не буду пользоваться чакрой в глазах и мозгу? Барута, в таком случае у тебя пропадет реакция Шиноби и скорость оценки ситуации как минимум. Про наложение иллюзий я уже вообще молчу. Ты сам знаешь, что для этого нужно создавать образ в мозгу и переносить чакру на печать или сразу внедрять в противника. Но если со вторым можно жить с помощью готовых печати иллюзий, то вот без первых двух пунктов карьеры Шиноби для тебя окончено. Окончено. Глухо признался он. У меня есть просьба, сможешь выполнять. С надеждой заинтересовать его спросила Сакура. Какая? Барута, постарайся не использовать чакру вовсе. Я не знаю развиваются ли мутации, но если определять это именно мутацией, то это лишь начало. Думаю, все может ухудшиться, если ничего не предпринять. Без чакры, я вас понял, Сакура-сан, можно? Он указал на дверь, намереваясь поскорее уйти, но Сакура не собиралась оставлять все как есть. Хэ, Барута, ты чего, если ты забыл, то существует еще один человек, который в медицине полный гений. Вы, вроде как, сами учились у Цунеди, разве она не передала вам все свои знания? Выпросительно поднял голову Барута и положил руки на колени. Я вовсе не опятый, я думала, ты сам догадаешься, игривый голос немного повеселил Барута, ему вспомнил Симицуки, который разговаривал с ним таким же голосом, когда не знал, какую эмоцию будет правильно изобразить, Мицуки. Узумаки прошибла молния и тут его осенило. Даже Сакура увидела сияние в его поведении, и они вместе произнесли имя великого Санина, Арачимару. Понимаешь ли, Барута, я лечу людей, а Арачимару Сан их изучает. Я думаю, у него больше шансов сделать что-то, нежели у меня. Поэтому не спеши с выводами. Мы еще покажем этой заразе какого шиноби деревни листа. Так ведь? На лице Учхо изобразилась веселая улыбка, и Барута был уверен в этом как никогда раньше. Он не знал, почему он так уверен в том, что она улыбается, но был готов поставить жизнь на кон, если бы это было ему выгодно. О чем это ты так замечтался? Вывело его из воспоминаний Ханоби. Да так, вспомнил о своем ангеле-хранителе, многозначительно выдавил с себя Барута, поднимаясь с земли и следуя в поместье. Куда же ты, без луку бьешься еще? Ханоби быстро подлетела к блондину, взяв его за руку и направилась с ним в дом. Я бы мог и сам. Почти что обиженно подал Барута, считая, что его собственные способности принижают и равняют его с беспомощным калекой. Ну, зная как ты пользуешься сенсорными техниками, я бы не удивилась, если ты сорвался в пропасть из-за того, что плохо отсканировал почву, блондин ухмыльнулся, а Ханоби вовсе засмеялась, осторожно ведя его вовнутрь.